Я чуть-чуть устал продюсировать артистов, я не люблю просить. Когда я к чему-то подготовлен, мне комфортно. Вас очень боялись на рынке Blackstar подписывать, это каббала. У нас нет каких-то там условий, которые, когда мы у кого-то что-то забираем. Почему вы нам не показываете ваш дом? Нахер этот дом, в общем, мы ничего больше не строим. Там на улице у вас, я посмотрела, еще теплица. Я здесь двое суток ходил вокруг дома и сказал, ну куда же эту теплицу? Друзья. Моя жена, мой самый лучший друг. Все, что он сказал, короче, можно просто вырезать и удалить. Я вот из тех женщин, у нас через месяц годовщина, ты уже выбрал подарок. Если говорить про уходы артистов, с Жиганом вы как-то расходились очень легко. Это не такая единица была, как там Элван, Егор Крит или Мон. Вы разошлись с Тимуром, ты считал его решение предательством? Я даже не понимал, как дальше. Эмоционально, наверное, да. Тебе тяжело признавать какое-то поражение? У меня сейчас уже такой силой столько энергии, как когда мне было 30 лет. Ты скучаешь по нему как подругу? У тебя уже огромный опыт работы не только в Блэкстаре, да, вообще в целом. То есть 2006-й это вы когда запустили? Мы начали с Тимуром. Ну да, 2006-го Блэкстар мы запустили, да. Мы как бы запустили. Ну, там, с Тимой, понятно, вы знакомые 100 лет, вы дружили прежде всего. Нет, фабрика у нас с 2004-го просто началась, поэтому это наш уже такой большой профессиональный старт. Ты уже много с кем и за столько лет поработал. И вот у тебя поменялся подход за эти годы? Подход не поменялся, но поменялось отношение к разочарованиям. Вот. И поменялся подход к, наверное, окрылению каким-то коротким успехам. То есть просто много уже было ошибок каких-то сделано. И много очень переживаний было на вещи, на которые ты не всегда можешь повлиять. Поэтому сейчас все как-то более спокойно. У меня есть партнер с Слэм по нашему саблэблу Изба, как раз где Три дня дождя подписывал. Вот у его пока всякие такие, знаешь, негативные новости, они его просто взрывают. Он мне говорит, пошут, та-та-та-та-та. А я так уже спокойно. Ничего страшного. Так бывает. Так, да. На концерте... Знаешь, и это пройдет. Да, да, и это пройдет. На концерте там Глеб что-то учудил. Ну, перенесен. Ну, что? Ну, вернем деньги. То есть твое внутреннее просто ощущение поменялось. Ну, вот если проговорить про внешнее. Вот подход именно к работе с артистами, контракты, которые вы сейчас подписываетесь, заключаете. То есть за годы это все поменялось? Ну, оно поменялось, потому что оно сейчас стало более партнерским, скажем так. То есть раньше оно было более таким... Ну, они и сейчас достаточно жесткие, но они более партнерские. То есть у нас нет каких-то там условий, которые, когда мы у кого-то что-то забираем и так далее. То есть после окончания контракта все у артистов остается. И все возможности исполнять песни, имя и так далее. То есть оно... Я не могу сказать более гуманным. Просто время прошло, запрос у, как сказать, у клиента начал меняться. И мы начали встраиваться в эти изменения. Да, потому что вас очень боялись на рынке. Вы были такими монстрами, если можно так это назвать. То есть все говорили, вот вы что, Blackstar подписываете? Это кабала. Это же вообще вы себе там... Слушай, и до сих пор так многие еще воспоминания думают. Но в целом ситуация уже поменялась. Особенно, когда ребята приезжают к нам и с нами общаются. И видят, что на деле как бы прогрессивная команда, современные лидеры. Ну, как бы нету вот этого типа, мы вас будем действовать заставлять, вы должны это делать. Как бы отношение другое. Но это после ухода ряда артистов произошло? Вы переоценили или переосмыслили модель? Слушай, время лечит, время меняет, как говорится, время точит камни. Поэтому ситуация меняется и понимание меняется того, как взаимодействовать в текущих реалиях. Я, значит, хотела, чтобы это был какой-то эксклюзив. Мы пришли, сделали рум-тур, значит, показали ваш дом. Но меня не пустили. Точнее, мне показали его, друзья. Но вы его не увидите сегодня. Почему вы нам не показываете ваш дом? Пань, ну, тут и ответ на вопрос. Паш, почему ты не показываешь ваш дом? Мы же видели части дома в ваших инстаграмах, запрещенной соцсети. Это разное. То есть не хотите пока показывать миру? Ну, друзья, хочу вам сказать, что это пипец. Тут очень красиво, правда. Так, рассказывайте вообще, сколько лет заняло вот это вот все? И главное, сколько денег на это ушло? Это очень важно. Пять лет труда в прямом и переносном смысле. Совместного? Да, совместного. То есть не только ты вкладывала? Нет, нет, нет. Ну, у вас общий бюджет. Я, правда, сказала, говорю, Паш, у тебя хорошая жена, потому что обычно женщины говорят, мое это мое, а твое это наше. То есть а у вас не так? Нет, у нас не так. Ну, надеюсь, что не так. То есть, может быть. Нет, на самом деле, вообще больная тема, потому что у меня уже где-то примерно год назад, вот уже прям мы были на финиш. Конвульсии уже были. Да, то есть у меня была прям истерика. У меня реально была истерика. Мне трясло, я говорила, все. Понимаешь, когда ты работаешь реально каждый день. То есть, действительно, ты каждый день работаешь, и просто все деньги, которые ты зарабатываешь, ты их вкладываешь в дом. И когда это, типа, вот ты вложил, ты купил, заехал, это одно. А когда ты пять лет вкладываешь, 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 и тебе говорят, ну, еще подождите, ну, еще подождите, ну, еще подождите, ну, вот надо кухню еще два года подождать, вот еще подождите, подождите, подождите. И в один прекрасный момент у меня уже была такая истерика. Я уже по-моему сказала, нахер этот дом. В общем, мы ничего больше не строим. мне больше ни копейки, деньги, все, мы все забираем, мы отдыхаем, ну, короче, у меня реально была прям истерика, он меня испугал. Но подожди, при этом по вашим соцсетям не было видно, что вы как-то себя ограничиваете в чем-то, то есть вы отдыхаете. Нет, ну это не так, что типа до последней копейки, она условно, конечно, говорит, но типа все равно тяжело. Нет, то есть мы, безусловно, там отдыхали, вообще ни в чем себя не ограничивали, но все-таки масштабы, когда ты строишь дом, ну еще, конечно, это зависит от того, какой дом, но в формате, как мы это хотели, это как бы, ну, немножко было сложно. Ну, стоимость, которую вы закладывали изначально, и в которую это все вылилось, она отличалась? Ну, в полтора раза больше обошлось, просто потому, что в процессе, знаешь, как аппетит приходит во время еды, тебе говорят, допустим, вот у вас это, но есть еще это и это, ты такой, особенно когда ты не считаешь это в общем количестве, умноженное на весь метраж и на то количество комнат еще, в которых ты хочешь это поменять, ты такой, ну, разница вроде там 30%, конечно, надо вот это взять, знаешь, потом так-так-так-так-так-так, и да. Короче, мы очень рады, что это все закончилось. Почти закончилось. Практически, да. В мае месяце мы должны все закончить. Ну, это прям дом мечты, то есть все, что вы хотели, все, что вы себе придумывали, как ты говоришь, карта желаний, все это прям в таком же идеале. Конечно, сейчас уже, когда ты в этом живешь, я уже думаю, так, вот здесь я бы уже сделала по-другому, а в следующий раз я сделаю вот так. А я бы ничего не делала по-другому. Я бы здесь все оставила. Какой метраж у дома? Сколько он метров выпас? 1600. 1600? Да хрена, это так вы изначально планировали или получилось в процессе, потому что вы захотели и баню, и там кинотеатр, и что-то еще? Ну, я изначально не планировал прям по количеству, просто изначально было представление, что должно быть, и оно так как-то получилось, да. А как вот за ним так ухаживать? Я просто смотрю, у вас, значит, тут просто все идеально, как будто вы в гостинице, то есть там ванная комната, которая при входе у вас там, значит, лежат эти маленькие полотенца, тут все такое. Ну, то есть ощущение, что ты не в доме, а где-то в гостинице находишься, то есть все идеально. Как вы поддерживаете вот все это? Управленческий подход и в доме работает. Персонал есть, который занимается правильно персоналу задачи ставить, правильно следить за персоналом. Сколько человек работает? Персонала сколько у вас? Ну, в общей сложности 4 человека. Прямо единовременно находится в доме, убирает и все остальное. А где вы их находите? Я одного не могу найти. Где вы четверых нашли? Слушай, ты знаешь, вот тоже по поводу сейчас дома скажу. Очень люблю косметику Федуа. Крем для рук, мой мастхэв номер один. Бренд сейчас, кстати, очень популярен на отечественном рынке. И я задумалась о том, что сегодня даже небольшой бизнес вполне может повторить подобную историю успеха и главное, привлечь свою целевую аудиторию и настроить регулярный поток клиентов. Здесь, конечно, не обойтись без рекламы в интернете. И здорово, что сейчас уже есть такие решения, которые позволяют запустить рекламу любому предпринимателю самостоятельно, без помощи маркетологов. Например, в Яндекс.Директе есть инструмент для новичков, мастер-компании. Он поможет настроить рекламу, даже если у вас совсем нет в этом опыта. Мне стало интересно, как это работает, и я решила впервые попробовать настроить все сама. Оказалось, что интерфейс очень простой, все интуитивно понятно. Просто указываете ссылку на свой сайт, и мастер-компании дает подсказки на каждом этапе настройки. А еще предлагает варианты готовых объявлений. Реклама появится в поиске и рекламной сети Яндекса, куда входит более 55 тысяч партнерских площадок. Объявления увидят именно ваша целевая аудитория, люди, которые ищут товары и услуги, похожие на ваши. Оплатить можно только за результат, например, за заявки или продажи. По-моему, это идеально для предпринимателей, тем более начинающих. Кстати, сейчас на первый запуск рекламы в Директе можно получить бонус 5000 рублей. Оставляю информацию по ссылке в описании. Мы жили раньше в квартире, и опять же у нас большая семья, часто родители приезжают, мы не оставляем никогда ребенка с няней наедине, в смысле, чтобы они были вдвоем, у нас всегда кто-то дома. И у нас, я помню, у меня прям трясло, у меня там, понятно, как у любой девочки, просто миллион баночек, просто миллион в каждой комнате, здесь, там, тут. И я еще вот это, ну, как бы, квартира не большая, ну, не супер, да, большая, не как дом, и поставим тут всякие бренды, они присылают подарки, у меня нет времени их разбивать, эти пакеты копятся, эти, там, какие-то кружки, термосы, это все это дарят, и я... Особенно новогодние подарки от разных брендов. Это просто... Разбирать потом. Это просто ужас. А времени никогда нет, это все копится, 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 и квартира превращается в такой завал. Сейчас нас с тобой, кстати, засрут за то, что мы так, наверное, сказали. Это хорошо, что дарят, как бы это классно просто, ты не успеваешь это разобрать, и это стоит, потому что выбрасывать ты не можешь, это жалко. Конечно, жалко тебе, хотя бы нужно разобрать, понять, либо ты останешься, либо подальше кому, да. Но времени нет, а вот это все стоит, и в один момент я просто решила, что когда мы переедем в дом, как только мы переедем в дом, у меня будет просто идеальная чистота, у меня будет каждый пакетик сразу разбираться, даже если я понимаю, что у меня нет времени, я звоню родителям, там, Паше, или своей маме, говорю, пакет там приехал, посмотрите что, сделайте фотки, пожалуйста, типа, и там, давайте распределим тебя по членам семьи, ну, чаще всего это так. И все, и, короче, вот ты видишь, это работает, это работает, потому что нету никаких лишних баночек, вот я вижу какую-нибудь лишнюю баночку, вот сейчас я уже пришла, сейчас пока вот мы еще не встали снимать, я думаю, так, это что-то уже что-то личное, у меня два дня дома не было, там один, знаешь, особенно, я думаю, что у всех родителей, это типа пакетики копят, это все копят, мы здесь просто, да, если здесь будет скапливаться, никто сюда не приедет, поэтому просто вот это нигде не должно быть, если вдруг где-то какой-то пакетик встал, ну, у нас есть персонал, они уже знают, что если там пакетик будет лежать, и они не спросят его либо отдать, либо выбросить, либо куда конкретно убрать, будет а-та-та, поэтому все, ты не успеваешь поставить, у нас здесь обычно так, тапочки поставил, до туалета дошел, возвращаешься назад, тапочек уже нет, они уже в шкафу стоят, вот реально так. Ну, это ты занимаешься в основном все-таки? Да, в этом плане, чтобы ни к чему-нибудь не стояло, это паника, у него уж прям до трясучки, у него там лишняя бутылочка, его прям уж прям трясет пакетик с пакетиками, очень, очень, а так, да, персоналом, в основном, конечно, я занимаюсь, там говорю, там на улице у вас, я посмотрела еще теплица, там, значит, вы выращиваете, это мини-огород у вас, там помидоры, огурцы, перчик, моя мама сказала, Паша, если, я готова сама заплатить за теплицу, я готова ее сама купить, но если вы не сделаете мне теплицу, Паша, я тебе не теща, у нее у нас был кипиш, потому что мама хотела изначально, вот прям перед домом на лужайке поставить, я говорю, нет, не будет здесь никакой теплицы, мама, короче, там чуть ли не в слезах, расстроена, меня там все застыдили, говорит, вот теща первый раз что-то попросила, она реально рассос, она говорит, я первый раз что-то попросил, я здесь двое суток ходил вокруг дома, искал, ну куда же эту теплицу, я говорю, ладно, ну ладно, у меня была идея ее засадить туями, чтобы ее не было видно, а потом сказали, что туи туда не поместится, короче, там очень маленькое расстояние, туи не будет, и короче, он сидит теперь завтракает, на ферасе смотрит, как так получилось, чем ее закрыть, тем, что она на самом ведном месте, мне так понравилось, я наоборот похвалила, я говорю, как здорово для детей, что они будут здесь, практик, с точки зрения практики, точно, да, я просто тоже, я визионер, соответственно, мне важно, чтобы все было эстетично, красиво, ровненько, было, я здесь вот подстригли, какие-то елки, я так, что-то 5 сантиметров, неровно, я говорю, сюда линейку, замеряй, чтобы все ровно подровняло, то есть тебе важно, чтобы все было идеально на местах, но там она, кстати, выглядит прекрасно, она не страшная, по-домашнему, такая симпатичная, дорогая теплица, она, чтобы ты понимала, там автоматические проветривания, открывает, что это не просто, подогревая, с подогревом теплица, да, да, там нормальная, дорогостоящая, вижу, бабушка счастлива, вообще, моя мама просто довольна, летает, ходит, там каждый день, что-то поливает, там, бабушки, если у нас здесь, там крыжовник, смородина, лучок, все вообще есть, поэтому, если вы, яблоко, прекрасно, то есть даже покупать продукты, не надо, вы сами у себя выращиваете, как они говорят, может, бизнес теперь, вот я хотела сказать, у вас, учитывая то, какая вы семья, значит, я не удивлюсь, это скоро будет Пашу и Ханна, в этом, помидорчике, вместо, вместо этих, белого сада, будет теперь, значит, продукты от Пашу и Ханны, здравствуйте, да, Паш, давай перечислим все бизнесы, которые входят в Blackstar на сегодняшний день, что вам принадлежит? Ну, музыка, есть лейбл, есть два саблейбла, есть два, почему два? У нас два саблейбла, один называется Изба, второй называется MLM, это такое наше подразделение, которое мы сделали для того, чтобы подписывать туда молодых артистов, до прихода на Blackstar, это как, типа, это такое место, где мы смотрим на артистов, и если они имеют динамику, потом мы их уже переводим на Blackstar. А какие условия, как вы подписываете их? Это на какой-то короткий срок или что? Нет, стандартные контракты, сейчас в основном они выглядят, там, 5 плюс 3 плюс 2, и каждый промежуток времени, то есть по итогу первого года, пятого, и каждая пролонгация, есть определенные показатели, которые мы ставим, если мы с артистом к ним приходим, контракт автоматически продлевается. Если мы не приходим, артисты или мы можем выйти из обязательств в одностороннем порядке. То есть мы таким образом страхуем артистов, чтобы они не стали заложниками какой-то ситуации, и в целом даем им возможность чувствовать себя спокойно. Наверное, как бы это все. Дальше? Потом есть дистрибьютор, Make It Music компания, она занимается дистрибьюцией музыки. Потом это картинг, два картинга, один в Москве, один в Питере. это Blackstar Gaming, где-то 7, наверное, это все франшиза, 7 точек. Потом что еще у нас есть? Направление одежды, Blackstar Wear, Blackstar Vogue. Он еще есть, потому что оно онлайн, я как понимаю, магазины в Кажинет. Есть два магазина в Сочи, в Москве магазины все закрыли еще в момент пандемии. Нерентабельно, да, было? Да, аренда высокая, трафик падает в магазинах, все перевели в онлайн, в Сочи оставили, потому что это туристические места. Кстати, одежда за последний год сильно выросла очень. Я помню, просто ты так занимался очень активно, и ты в нее реально вкладывал очень много сил, вот именно в одежду. Да. И она вот в этом году начала отдавать свои плоды. То есть за этот год, это второй год, когда начала прибыль приносить за 12 лет работы, потому что одежда с 2010 года мы тоже развивали. Потом Blackstar Burger и Blackstar Lounge в Дубае. Ну и сейчас еще будет вот сетка Суета by Blackstar. Есть еще какие-то направления, которые вы не охватили, но есть в планах? Есть по крипте направления, которые мы уже полтора года развиваем. Я не буду пока о нем говорить, потому что мы никак его не запустим. То есть я вот каждый раз нам интервью даю, говорю, вот-вот запустим, что-то все время что-то происходит. Такой айтишный проект игровой. То есть это игры, которые связаны с криптой, и это айтишный проект. И мы его никак не можем запустить, потому что в области, то есть в России законодательство не позволяет действовать в легальном поле пока. И для нас, ну, принципиальный момент, мы слишком большая компания. Если бы мы были какими-то маленькими блогерами, и нас бы никто не видел, наверное, бы мы заскочили. А так это невозможно. Нет такого, что вы немножко распыляетесь на много разных направлений, и не можете вот на чем-то одном вот так вот сосредоточиться, зафиксироваться, чтобы довести это до какого-то там суперпредела? Слушай, есть. Я по этому поводу тоже переживал, переживаю, потому что все тянет время. Но, во-первых, мы ничего нового сейчас не запускаем, специально для того, чтобы дальше не фокусировать внимание. Первое. Второе. В большей части из этих бизнесов сформировались определенные команды, и у нас есть партнеры, то есть практически нигде мы не действуем сами. У нас есть партнеры, которые занимаются развитием, либо очень сильные команды, которые развивают. И вот в большинстве к сегодняшнему моменту эти команды выросли и тянут. Но есть до сих пор некоторые направления, где внимание нужно, где цикл чего-то поменял, и нужно что-то другое. Допустим, там, Black Star Burger, то есть ему уже 6 лет, он выскочил в определенный момент, потом очень много ресторанов открылось, туристический трафик упал, пандемия и так далее, ну, типа, и все. А сейчас прошло уже 6 лет, и к любому бренду через каждые 5 лет нужна какая-то новая, там, фреш-история. И вот я последний год с командой ищу, что можно изменить. Тем более, еще там, Тимур из бизнеса вышел, да, там, раньше он был определенный локомотив по, там, трафику. Ну, и он, как мне кажется, сам по себе такой хороший маркетолог, он всегда придумывал какие-то фишки. Да, придумывал какие-то истории. Поэтому вот последний год искали, сейчас нашли историю, и этот продукт допиливаем, должны вот запуститься в течение месяца, чтобы этот продукт сам по себе жил. Потому что основная проблема, там, направление Black Star Burger, это конкурировать, там, с Макдональдсом и с вкусной точкой, с Бургер Кингом невозможно, потому что у них объемы такие, у них, там, рентабельность 3%, а при их обороте они могут себе работать. И себестоимость могут, вообще любую, цена продукта может быть любая, с ним конкурировать невозможно. А платежеспособность населения изменилась сильно, мужского населения стало меньше в связи с СВО, поэтому здесь это сильнее всего ударило. И вот это вот с начала пандемии, потом там СВО, оно, ну, типа, не дает тебе возможности перезагрузиться, потому что ты не можешь накопить какой-то пласт денег для того, чтобы что-то преобразовать. Это всегда связано с деньгами. Вот. Но мы нашли инструмент, сейчас дотачиваем меню, это будет связано, то есть мы в Black Star Burger, во-первых, будем добавлять еду на вынос, потому что самая большая для нас проблема, у нас неплохие чеки, но мало покупают на вынос. То есть доставка работает, но вот именно проходящий трафик на вынос мы недозарабатываем процентов, наверное, 30. Мы это поняли, сейчас будет такое меню, как специально такие шкафы нагревательные, чтобы люди могли с собой брать. Это первое. А второй, сам формат достаточно дорогой. Открыть Black Star Burger дорого. И мы последний год искали формат, чтобы был такой мини, будет называться Black Star Burger Market. Это маленький формат, а-ля там корнер 15 метров, который можно в любое место встраивать. Там будет усеченное меню очень короткое. И будут такие маленькие, там будут маленькие хот-доги красивые, маленькие бургеры. То, для чего не нужна такая технология приготовления. Там эти большие грили, вытяжные шкафы, это самая большая проблема. Была наш концепт, куда-то поместить иногда в интересные места, потому что технология приготовления сложная и тяжелая. Вот мы этот формат нашли, и сейчас дотачиваем продукт, сколько его нужно там готовить, сколько он может храниться и так далее. Это сложный процесс. Мы его практически закончили. Я думаю, что в течение месяца уже там пилотную точку в Москве, в одном из ресторанов франшизных, мы эту пилотную точку обкатаем, а потом начнем это мультиплицировать. Поэтому, отвечая на твой вопрос, расфокусируемся? Да, точно расфокусируемся. Но уже сделать ничего не можешь, потому что это уже запущено, и ты не можешь это брать. Я тебе сказал о своей гиперответственности, я не могу просто взять, отрезать. Тем более, когда ты понимаешь, что ты можешь. Одно дело, ты какой-то, блин, у нас были там спортивные агентства, мы открывали, даже футбольный клуб какой-то там затевали. Ты понимаешь, что ты попробовал, у тебя нет вариантов что-то сделать. Когда ты понимаешь, что ты ничего уже для бизнеса сделать не можешь, ты принимаешь решение отрезать его. Ну и все, зафиксировал убытки, как бы ушел. А когда ты понимаешь, что ты можешь что-то дать, ты видишь возможности, и у тебя вот эта вот ответственность, и есть еще другие люди, которые в этой цепочке есть, и ты не можешь просто взять, выйти и все. Сказать, ну, ребята, ваши уже там проблемы. Я так не могу, поэтому мы работаем над тем, чтобы изменить ситуацию. Иногда я представляю, как бы выглядела моя работа, если бы у меня не было удобного помощника для ведения бизнеса. Рекламодатели долго не присылают подписанные акты. В очередной раз онлайн-встреча оборвалась на самом интересном. Бухгалтер задерживает квартальный отчет. От множества разных программ, которыми нужно пользоваться для решения рутинных задач, голова кругом. В таких условиях просто невозможно продуктивно готовиться к новым выпускам. Но этого просто не случилось, так как я и моя команда работаем с экосистемой для бизнеса «Контур», где более 70 сервисов взаимодействуют между собой, обеспечивая бесперебойную работу без лишних затрат времени и нервов. Экосистема объединяет вокруг себя сервисы и услуги для ведения бизнеса, бухгалтерии, документооборота, видеоконференций и многих других задач. У всех сервисов «Контура» очень удобный интерфейс. Дизайн, верстка и меню все интуитивно понятно и можно быстро выстроить рабочие процессы. Ведь так приятно, когда рабочие программы избавляют от проблем, а не создают новые. Переходите по ссылке в описании, чтобы узнать подробнее о возможностях экосистемы для бизнеса «Контур». Тебе тяжело признавать какое-то поражение? Конечно, как и любому бизнесмену, предпринимателю. Но у меня для этого там Вальтер есть, который достаточно холодный, он не такой эмоциональный, как я. И когда он говорит, все, пора, тяжело, я еще там иногда пытаюсь что-то какое-то время предпринимать, и если вижу, что не получается... Вот если говорить про Blackstar, сам продюсерский центр, собственно, про музыкальный лейбл, что сейчас с ним происходит? Сколько вообще ты ему внимания сейчас уделяешь, времени? То есть это все-таки основной ваш актив? Это основной актив. Я уделяю ему много времени, процентов, наверное, 70. сейчас как бы фокуса два основных. У нас есть артисты самого лейбла Blackstar, в основном новые, потому что есть там Клава, это там большой же артист, большой истории, построенный, как бы мы ее продолжаем развивать дальше, вокруг нее основные самые там сильные люди сосредоточенные, которые уже сработаны и понимают, что нужно делать. есть молодая школа в основном, и вот наша задача сейчас этих артистов за там этот год поднять на следующий этап. То есть мы там год назад в основном всех подписали, трех ребят, и двух в этом году подписали, и попробовали много чего сделать, что-то получилось, что-то не получилось. Вот основная задача в этом году сделать так, чтобы вот эти юнцы стали узнаваемыми, что все уже такие, «А, я его знаю, это артист Blackstar, потому что у Blackstar должны быть свои артисты», потому что это влияет на общий бренд, на популяризацию самого бренда, и в целом как бы, ну, это доходы. И второе, это фокус на продюсеров, то есть я понял, что я чуть-чуть устал продюсировать артистов, потому что, ну, во-первых, как бы контракт заканчивается, не факт, что там они остаются, первое, этого есть срок, второе, это требует много сил и много воспитательской работы, и третье, нужно понимать музыку, музыка все время меняется, тебе нужно искать молодых музыкантов, которые чувствуют звук, которые понимают новые слова, это достаточно сложно. И я поставил фокус сейчас на продюсировании продюсеров, то есть делать саблэблы, потому что у нас есть инфраструктура, есть определенный опыт, есть понимание, как выстраивать бренд артиста, есть четкое понимание, как его продавать, и мы можем продавать лучше, чем любой вообще человек продает на рынке. То есть мы один и тот же продукт продаем в два раза дороже, и у нас это получается, просто потому что там Вальтер понимает, как продавать. И вот первый успешный кейс из БАРа, где у нас есть партнер СЛЭМ, и мы сделали «Три дня дождя», там есть второй артист, девочка Лали, которая вот тоже вот сейчас прямо начинает, прямо она прирастает с каждым месяцем. И вот это хороший кейс для нас, чтобы продюсировать продюсеров. И мы сейчас выбираем несколько команд, мы общаемся уже с несколькими командами об открытии следующего саблэйбла. И вот для меня как бы это фокус, потому что продюсеры – это люди, которые чуть ближе ко мне, но они находятся на земле, они музыкой занимаются, они как бы с артистами, как раз вот о чем я тебе говорил, могут много проводить времени, могут тусоваться вместе, могут на гастроли вместе ездить, могут в студии вместе сидеть, что принципиально важно для того, чтобы артист быстро взлетал. Но они не должны думать ни о никакой бюрократии, ни о деньгах, ни о том, кто их будет интересы представлять, кто будет юридически все правильно оформлять, кто будет бухгалтерию правильно вести, чтобы не было никаких, не дай бог, инцидентов, кто будет там с радио разговаривать, кто с площадками будет разговаривать, чтобы у них были хорошие плейлисты. Таких вопросов миллион. И мы это делаем очень хорошо. И вот это второй фокус внимания по Blackstar, который мы сейчас выстраиваем. Наверное, все часами могут пересматривать свои фотографии с путешествий. Там столько воспоминаний. Сейчас вот, например, я нашла снимок, где попала под ливень в Сочи. И вместо того, чтобы уехать в отель, устроила себе фотосессию на природе под дождем. А потом, конечно же, остаток дня отогревалась в номере. Такие маленькие приключения это то, за что я люблю путешествия. Ведь именно они запоминаются больше всего. А обходиться без приключений с отелями мне помогает сервис МТС Тревел. Проверено. МТС Тревел это надежный сервис бронирования отелей с гарантией заселения. Здесь вас ждет огромный выбор отелей, поддержка компании 24 на 7 и кэшбэк до 10%. А еще бесплатный роуминг для абонентов МТС, если соберетесь поехать за границу в мае. А если вы решили путешествовать по России, то сервис предоставит вам свою уникальную подборку отелей нашей страны. У нас так много потрясающих мест, где можно отдохнуть и в каждом из них вам помогут с поиском комфортного жилья. Впереди весенние и летние каникулы. Уже можно начинать планировать свое путешествие. С МТС Тревел вы можете устроить себе любые приключения без приключений с отелями. А ты говорил про то, что вы сейчас используете какие-то другие инструменты, чем те, которые использовались до вот этих всех событий. Вот что сейчас может предложить продюсерский центр или продюсер, артисту? Какие есть сейчас существуют инструменты для продвижения? Ну, инструменты на самом деле остались плюс-минус такие же. Важна идея в позиционировании артиста. То есть, когда артисты многие приходят и показывают просто даже классные песни, но которые между собой не очень бьются, ты не понимаешь, как образ собрать. Аудитория слушает музыку двумя вещами. Первое, они слушают песни, они не слушают артиста. Это меломаны у них в картотеке от Артика Асти до Макана и до Скриптонита. Все слушают. Ну, то есть, вот молодежь, так вот мы вчера были на концерте «Три дня дождя», наш артист на особо лейбле, у него была просто акустика, было 4,5 тысячи человек с лодоут, я был с молодыми артистами, привел их, чтобы они вдохновились, там был шип, и какая-то часть толпы выделилась, там человек 100, начали кричать «Егор, шип!» Ну, казалось бы, где аудитория «Три дня дождя» и шипа, но «Три дня дождя» «Рок-музыка», он просто очень популярный, большой, поэтому им нравится. Это одна аудитория. И вторая, которая слушает конкретно артиста. И вот для второй категории нужно позиционирование, нужно формировать ядро аудитории, которая тебя будет слушать по каким-то признакам. Либо ты смысл какой-то несешь, либо звук какой-то несешь, либо характер у тебя определенный. И вот то, что мы как лейбл делаем, мы стараемся не песнями артистов двигать, когда может взорваться какая-то песня, но непонятно, тебя пощупать нельзя, что ты за артист. А мы стараемся выделить идейную линию в песнях, для того, чтобы люди понимали, почему они тебя слушают. Взять Асти, почему ее так много слушают. Она, ты как Стас Михайлов для девчонок. Ну, типа такие у Михайлова разведенки, а у нее вот именно эти разведенки обиженные. У нее в каждой песне смысл трека такой, как себя ведет девушка, которая осталась там без мужика. Да, и изменил парень, она с ним рассталась, страдает. И у нее в каждой песне это, и они понимают, почему они ее слушают, какую эмоцию они получают в каждой песне. И звук, везде одинаковый. То есть, ты слушаешь 8 песен, ты не понимаешь, ты 8 песен послушал или одну песню послушал. или не очень? Для большого артиста это хорошо. Ну, в смысле, только таким образом большой артист получается. Большой артист может экспериментировать в музыке, уже добравшись до определенного этапа. Когда он строит только свою карьеру, он не может делать разные песни. Практически нету случаев, когда артист становится большим, метаясь, делая разные звуки. То есть, это, ну, исключение скорее. Нужно, чтобы был какой-то отличительный стиль, Стиль музыки, да. Чтобы сразу ты считывал. Люди не любят сменяемость героев. Это как вот Марвел. Я вот своим артистам всегда привожу пример Марвел. Капитан Америка не может в третьей серии стать супер, ну, спайдерменом. Он Капитан Америка. У него всегда щит, он всегда цвет такой. Люди привыкают к героям, и они хотят с этим героем двигаться. Поэтому Нетфликс стал такой большой площадкой, потому что люди к сериальности привыкают. Люди любят одинаковые, ну, как бы, клише, одинаковых героев, одинаковые шутки. Они не любят, когда в двух разных сериях герой одинаково так шутит, а потом начинают шутить по-другому. Для них уже это непонятно, они к этим вещам привыкают. И вот это вот мы, как продюсеры, стараемся учить артистов. Те артисты, которые это понимают и могут это реализовать, они быстрее движутся, у которых внутри есть. Те артисты, которые... Те, которые не противятся, потому что многие же не хотят это все делать, им надоедает, Егора Шипа. То есть, когда мы его подписали, у него был очень быстрый взлет наверх. Вся индустрия сразу узнала, кто такой Егор Шип. Мы делали интервью с Егором, если не смотрели, посмотрите. Да. Очень хороший мальчик, очень талантливый. Но он в один момент почувствовал, что он хочет делать уже взрослую музыку, но его аудитория еще не успела вырасти. А новая аудитория, более взрослая, она не может перейти на его новую музыку, потому что он для них молодой герой еще. Его просто пока не воспринимают. Его не воспринимают. И этот переход не может быть таким быстрым. И у него внутри произошел диссонанс, он целый год ничего не писал, не хотел особо работать. Ну, то есть, у него внутри происходили определенные метаморфозы. Это вот последний год. Да, вот прошлый год. То есть, он прошлый год, если так обратить внимание, он в целом пропал. И вот только сейчас, в начале этого года, мне кажется, мне удалось до него донести, что, то есть, каким образом нужно все-таки этот мостик к взрослой музыке, к взрослой аудитории и за сколько лет нужно переносить. Мне кажется, самые такие годы, не знаю, неуспешные, но, по крайней мере, годы, когда артистов... 15, 16, 17 год. Да, вот когда был там на лейбле L1, Егор Крид, Мод, когда они были все вместе, такой золотой состав, можно сказать. Вот как ты думаешь, что... Да, Кристина Си, но сначала, в общем, ушел L1, потом за ним потянулись другие. Ну, как-то так все это одновременно произошло. Вот в тот момент, когда это стало происходить, какие твои мысли были в первую очередь? Слушай, ну, разные мысли были. Какие-то мысли были, в любом случае, когда ты добиваешься каких-то больших результатов, я в начале интервью тебе сказал, что есть какое... Было какое-то иногда эго, да, которое тебе там... Говорил, ну вот, ты там сделал, ты сделаешь еще раз, там, та-та-та-та-та. А это местами мешало, ну, то есть, определенное забвение. Это еще сопровождалось там успешными взлетами других направлений. Поэтому, возможно, не до конца отдавалось, ну, не отдавал отчет тому, что реально происходило, да. Вот. Это первое. Второе. Конечно же, были, ну, то есть, ты иногда мог поступить иначе, но были какие-то... Были какие-то обстоятельства, которые, ну, не дают тебе возможность так сделать. То есть, ты хочешь, а нельзя так сделать. Вот. И не буду там вдаваться в детали, но в жизни всегда все не просто так, знаешь, вот со стороны. А что вы так мне сделали? А там есть какие-то обстоятельства, которые не дают тебе этого сделать. Вот. Это второе. Третье. Конечно же, было, ну, как бы желание, ощущение, что сейчас заново всю эту историю повторим. Вот. Все это наложилось на то, что наш, как принято считать, вообще успех заразителен. Наш успех, и мы были первой такой командой, которая так сильно взорвалась, этот успех стал заразительным, и мы обеспечили выход на рынок тысячи новых артистов, которые были опьянены нашим успехом, тем, что в музыке реально молодым можно зарабатывать. И они все повалили на рынок, и в этом котле появились новые инструменты. Инстаграм раскачался, Ютуб раскачался, ТикТок появился, и все это був, началось взять. Конечно же, тогда мы были первыми, одни, ну, там, самые большие, а потом стало много. Конечно же, в этой дальше конкурентной борьбе стало сложнее. Ну, вот с Клавой получилось так взорваться, то есть она очень большой артист, потому что механизмы, инструменты, все то же самое, просто она была одним из тех артистов, кто сам захотел. Это принципиально важно понимать. Получается взорвать, нам получается быстро взорвать тех артистов, которые сами очень сильно хотят, не просто, типа, на словах, а которые реально на деле разбираются, вот в землю копаются, вот как моя жена Хана, то есть мы же тоже, очень тяжело было начало, она там рыдала ночами, потому что не получалось, и как бы болтали все. Но как бы она хотела, и получилось справаться. И сейчас я считаю, что ее очень большим артистом, успешным, она, конечно, там не собирает, там, по 5-6 тысяч, но мы на самом деле не сделали ни одного сольника, может быть, она и сейчас там 5 тысяч продаст, потому что все ее концерты в регионах, которые сейчас есть, все sold out, причем большие площадки. Так вот. Мне кажется, все артисты, которые взорвались тогда, они все были очень про вот то, чтобы быть успешными, то есть они все много работали. Да, в первую очередь потому, что мы с ними проводили много времени, и они в нашем вайбе, в том числе, то есть этот вайб закутывал. А потом наступил момент, когда мы отдалились от артистов, и даже от молодых, и они порционно получают эту информацию, они возможно хотят, но потом у них другая среда, в которой они растворяются. Это опять пример Егор Шип. Он когда со мной куда-то выезжает, мы ездили на Фактор Страха с ним, провел со мной 3 дня, все понимает, все, ну, то есть не просто там слушает и кивает, понимает, проговаривает, все четко, как бы способен, в кадр заходит, вообще, ты сама знаешь интервью, да, в кадр заходит, ну, профессионал, прям, хотя молодой, со мной там классно держался, отпускаешь его, попадает в другую среду других ребят, и не может, как бы, вот это вот удержать. Ну, мне кажется, сейчас еще время немножко поменялось все-таки, поэтому сейчас, опять же, мы с тобой обсуждали тему того, что сейчас есть возможность зарабатывать не только на вот этих концертах, как раньше, и поэтому они там еще как-то... Сто процентов. Это очень, кстати, классный пример. Раньше ты каждый день выходил на охоту, чтобы добыть себе добычу, прокормить, и эта добыча тебе была на два дня. Ты заработал какие-то небольшие деньги, и тебе нужно было новый концерт. Сейчас стриминг, это постоянный ход. Ты один раз песню выпустил, и она тебе, ну, если она успешна, она тебе там пять лет будет тебя кормить. Тебе, в принципе, не надо думать о том, что тебе завтра нужно пойти опять на охоту. И это меняет сознание. С одной стороны, это хорошо, потому что ты принимаешь решение, не думая о том, что ты голодный, да, и ты можешь взвесить, оценить, там, то есть, с другой стороны, это тебя чуть-чуть... Тормозит. Это тебя сажает в определенную другую, как бы, зону. Если ты опьянился этим успехом, ты начинаешь бить. Это вот опять, что у тебя внутри, что за характер у тебя внутри. Вот если говорить про уходы артистов, особенно больших артистов, я представляю, что, наверное, для вас всех это было очень болезненным каким-то шагом, ну, и в том числе по человеческим каким-то, да, наверное, отношениям с ними, и в целом по финансовым каким-то материальным составляющим. Но все-таки вы когда анализировали, почему все артисты уходили с лейбла, есть какая-то одна такая глобальная причина, по которой это происходило? Одна из, потому что она была там одной из... Ну, точнее, две на самом деле. Их много, но две из них, которые есть у всех. Первое, это желание больше зарабатывать. То есть... А нельзя было договориться с ними на берегу, так чтобы... Смотри. Первое, это желание больше зарабатывать. Второе, это желание самому принимать больше определенных решений и быть независимым от того, что, типа, в какой-то город нужно там поехать, что какое-то количество концертов нужно быть. вот эти две составляющие, они движут вот желанием. Есть еще много, но я думаю, что вот эти на 60%. Поэтому просто договориться, можно было договориться, но там с Кридом у нас долгие были взаимоотношения на тему того, где остановиться. Вот. И в конечном итоге он мне говорит, я готов с тобой дальше двигаться, то есть не в рамках Blackstar, а с тобой. Вот на... Вот так. Я говорю, я не могу один двигаться, то есть у меня есть команда, у меня есть лейбл, то есть либо так, либо так. Он говорит, ну тогда вот такой вот процент. Я говорю, это мало для нас. То есть то количество времени, сколько мы, сколько мы тратим на тебя, мало просто. Ты понимаешь, как бы, ну у нас есть тоже свои определенные расходные составляющие, мы не договорились. Вот. Поэтому, если, допустим, сейчас говорить о том, договорить, ну, вернувшись туда-назад, договорились бы или не договорились, думаю, что договорились бы. но я сейчас об этом думаю, потому что есть уже созданный плацдарм, созданная база, где вот эти дополнительные проценты уже, ну, типа, как вишенка на торте и плюс, типа, актив. Я знаю там ребят сейчас, продюсеров, у которых артисты выходят, но остаются в составе, как бы, банды с нулевой процентной ставкой, просто для того, чтобы имиджевый артист оставался в составе банды. Но они ничего с него не берут. Тоже хорошее решение. То есть, могли бы мы тогда принять такое решение? Могли. Почему так не сделали? Где-то эго помешало, где-то политически по отношению к другим артистам, наверное, это было бы там плохой пример. То есть, много каких-то составляющих. Поэтому получилось все, как получилось. Жалею я об этом или не жалею? Ну, какие-то вещи можно было бы сделать по-другому. В каких-то вещах там не жалею, каких-то жалею. С Жиганом вы как-то расходились очень легко. Но в плане того, что вы ему оставили и имя, и вообще все, и как-то он ушел, и ушел, и продолжил выступать, зарабатывать и так далее. Почему так получилось с ним? Да мне его жалко просто было. Я ему просто контракт отдал и все. То есть, лично тебе? Да. А ты с ребятами как-то это обсуждал? Они были в курсе того, что ты так сделаешь? Скорее, наверное, я их поставил по факту и они не очень были довольны. Тем не долго вспоминал это потом. Джига просто очень много, что для нас сделал лично и для меня. И я считаю, что там для Тимура в свое время. И плюс как бы это все-таки там это не такая единица была как там Элван, там Егор Крит или Мод. не настолько в творчестве, чтобы видеть такую перспективу. Поэтому просто он у меня говорит вот пожалуйста. И я говорю окей. Но при этом вы сейчас особо не общаетесь с ним? Не, мы не общаемся с Тимуром он общается теперь. А, то есть у вас разделение такое произошло? Я не знаю, как бы разделение и разделение. Пока Джиган был на Лыбле, Тимур с ним не общался. Когда Тимур ушел, они стали друзьями. Не знаю, закономерность или незакономерность, по факту это так. Не, если я Джиган увижу там махну рукой поздороваюсь, но у меня нет как бы такой близких каких-то отношений. Хотя это я Тимура с Джиганом помирил, потому что после того, как Джиган ушел, у них там долго был кипиш. Ну, как кипиш, неприязнь. Они не общались какое-то время, да. У нас была просто ситуация по Блэкстарбургеру, когда и на базе Блэкстарбургера я их помирил. Ну, и, соответственно, ты перестал при этом с ним общаться, а Тимур пока общается. Я не то, чтобы перестал с ним общаться, я как бы с ним, ну, привет пока. Когда они начали с Тимура общаться, наверное, ему стало неудобно общаться со мной, потому что Тимур стал его друг, он так долго хотел, чтобы Тимур стал его другом, они стали друзьями, а мы с Тимуром не общаемся, ему, наверное, стало не по себе, как бы, как он может общаться с Тимуром и общаться со мной. Мы же не общаемся. Ну, видишь, с другой стороны, у него, значит, есть какие-то принципы в этом плане. Это же тоже неплохо его характеризует. Так я не говорю, что это что-то плохо. Да нет, я вообще рассуждаю на эту тему. А если говорить про Лёву Элуана, он вот недавно дал как раз интервью, и как раз он рассказывал подробно о том, как у вас происходил вот этот вот весь процесс и расхода, и потом, как в итоге он получил обратно свое имя и песни. Уверена, 100%. То есть у нас на лейбле был там Джигант, Донни. Его как бы наличие, его на лейбле вместе с такими ребятами, оно его, ну, явно ему не нравилось, потому что он считал себя, и он был таким с определенным стилем артистом, стилевым таким, да, он же там самый стильный рэпер был. Уличный пацан такой, да. Да, это типа откровенная папса, и он много раз нам говорил, типа, пацаны, что с лейблом происходит? Это как бы не то, где мне хочется в одном ряду стоять. Вот, и я думаю, что потом как бы реально у него было очень много концертов, то есть все артисты, которые у нас были, у них было очень много гастролей. Вот, наверное, просто все вместе выиграл. Ну да, не договорились. Ну, он сказал, что не договорились вначале, потом, значит, Тимур вышел из компании, и он подумал о том, что, может быть, я сейчас еще раз попробую договориться. И вроде как пришел, и вы уже как-то договорились. Ну, они разбежались, давай попробуем еще раз. И к кому ты пошел? Мы встретились с Вольтером. Я назвал сумму. Он согласовал эту сумму со своим партнером, с Пашей. Ну, увиделись, я привез пакет. Он мне рассказал условия, почему ты в итоге согласился на эти условия. Почему ты согласился на его условия и в итоге отдал ему? Ну, они были выгодными для обоих, и для него, и для нас. То есть они... То есть вы нашли какой-то компромисс? Почему этот компромисс вы не могли найти в тот период, когда еще Тимур был в обоих? Во-первых, все были достаточно эгоистичны в тот момент. То есть и Лёва был эгоистичным, потому что мы в целом с ним договорились. Но потом в последний момент он передумал. Поменял условия просто в последний момент? Он просто передумал, он просто сказал, я на эти условия не готов, я хочу вот так. Хотя мы там пожали руки и так далее. Но я тоже его понимаю. То есть он, скорее всего, он эмоционально просто согласился, но внутри эмоционально он не был согласен, потому что он тоже отдал большую долю лейблу и много что сделал для лейбла. А мы в целом как бы поставили ему какие-то условия, которые ему были, ну, скажем так, я не могу сказать, что они были кабальными. Они вообще не были кабальными. Он, в принципе, за полгода хорошей работы бы их восстановил. Но просто он считал, что они неправильными. И он пошел как бы на принцип. Тем более он же еще грузин. Да, кавказские. Да, кавказские корни они как бы сыграли. Я его понимаю. Конечно, я был с ним не согласен. Я там несколько интервью давал, когда кипиш был, что он неправ и так далее. Но время лечит, и время помогает тебе посмотреть на сторону принятия решения другого человека более как бы без эмоций, без прикрас. Поэтому его тоже понять можно. Ну, а с Егором у вас, в принципе, достаточно все легко прошло относительно. Ну, говорят, слухи входят, что там какие-то огромные деньги за него заплатили. Нет, за него никто ничего не заплатил. То есть вы просто с ним договорились и разошлись? Да. Тоже был период, но мы договорились. Мне кажется, для тебя, наверное, самым болезненным уходом был все-таки уход Егора. Потому что это все-таки был твой такой человек, которого ты с самого начала вел и в него верил. Да. Ну, да, конечно, обидно было. Как он тебе об этом сказал, что он хочет уходить? Ой, слушай, это было уже так давно. Он просто тянул, я к нему сам несколько раз выходил, он тянул с решением, потому что контракт заканчивался. И потом, как-то я уже сам сказал, я говорю, все тянуть дальше нельзя, так и так. И вот там состоялся разговор, состоялся, мы приняли решение как бы и разошлись. Ну, как-то сейчас, давно было все. Это значит уже, ну, типа, как я спросил, это вот все мы сейчас так обсуждаем, это уже как из прошлой жизни, глава, которая закрыта, я ее закрыл, она меня никак не тревожит, эта глава, и это такое, знаешь, как какие-то легкие, такие добрые воспоминания, то есть у меня нет ни секунды тяжелой энергии, там, я никому ничего там не вспоминаю, типа, а вот ты, там, туда-сюда. Неблагодарный. Да, вообще нет такого, ни секунды. Просто перелистнул уже эту главу и уже ждешь дальше. Да, конечно, эмоционально было сложно, тяжело, как бы, ну, так получилось, как получилось. Сейчас, когда увидимся, как минимум, там, в глаза друг к другу смотреть можем, и Леве, и, там, и Кристине Си, и Егору, всем. Для тебя было это важно, чтобы сохранить в итоге какие-то отношения? Тогда не думал об этом, да и в целом, наверное, сейчас не думаю, просто, как бы, хорошо, когда все хорошо, вот как-то, по всем смотам, разочнее, мы продлил контракт, когда у него закончился контракт, он продлил его. На два года, по-моему. Да, он продлил его, добросовестно его отработал, потом пришел, просто, говорит, мне уже, там, 30, сколько там, 6-37, я вот хочу все полностью сам. Все, пожали руки, обняли друг друга. Жалко, конечно, ну, и сейчас, там, до сих пор друг на друга подписаны, там, что-то комментируем друг к другу, увидимся, там, обнимаемся. Ну, это классно. Когда так, когда получается так разойтись, это очень здорово. Конечно, жалко, но... Ну, Миша Марвин еще, да, один из последних, покинувших сначала лейбл, потом, вроде как, вы с ним продолжаете сотрудничать, вроде как, вы договорились на чем-то. Почему сначала они объявили о том, что мы уходим, и сказали, что тоже забираете у него? Слушай, я, это самое, с Мишей сложная ситуация. Ну, как она сложная, для меня она простая, ему показалось, что он что-то неправильно донес, а мы что-то неправильно услышали, и как-то так. По итогу, когда мы, там, вернулись к разговору, он говорит, так я, ну, типа, я был, так я был готов. Я говорю, я не знаю, как ты был готов, как бы, я понял, что ты не готов. Он говорит, нет, просто мы с тобой не поговорили, ты перестал, ты меня отсек сразу, когда, там, я тебе, там, не ответил или что-то. Ну, в общем, так мы не смогли восстановить, как оно произошло, как произошло, так произошло. Сейчас работаем на дистрибьюции с Мишей, там, где-то что-то ему помогаю, насколько могу. Ну, как бы, он на Blackstar выпускается. У нас есть интерактив «Колесо баланса», которым я тебе называю сферы твоей жизни, а ты будешь говорить, на какого количества баллов ты их сейчас ощущаешь. Где один – это ужасно, все плохо, и десять – это топ. Окей. Лучше всего. Погнали? Да. Карьера? Семь. Семь? Да. Почему? Ну, потому что хочется лучше, потому что не все получается. Подожди, но семь – это всегда у тебя по жизни семь? Нет, почему, иногда десять, иногда там до пяти проваливается, а сейчас конкретно семь. Ага. Ну, это за последнее какое время, за последний год? За последний год. Что не так? Слушай, ну, во-первых, мобилизация, которая прошла, она достаточно сильно усложнила бизнес, вот. То есть уехало большое количество людей, бренды? Уехало молодежи много, соответственно, по бизнесу сложнее стало, во-первых, зарабатывать, во-вторых, у нас все-таки творческая команда, и много кто из наших ребят тоже уехали, музыкантов много уехало, и стало сложнее чуть делать то, что ты делаешь. Тебе приходится чаще расстраиваться, потому что у тебя есть понимание, что ты хочешь, ты вроде бы как бы даешь кому-то задание, а новые люди с этим заданием не справляются и даже не понимают, почему они не справляются, и ты не можешь никак на это повлиять. Поэтому больше времени нужно уделять этому и больше переживать тому, что у тебя не получается делать то, что ты хочешь. А довольствоваться тем ниже уровнем каким-то качества продукта не хочется. Финансы. Напоминаю, что мы оцениваем от 1 до 10, как ты сейчас чувствуешь, что у тебя обстоят дела с финансами. Я бы, наверное, оценил тоже где-то между там 6 и 7, вот, потому что в целом грех жаловаться и меня вообще все устраивает, то есть у меня нет необходимости думать о том, что я могу себе позволить, что не могу, там, в отпуск поехать, куда, в какой гостинь жить. То есть вот этот уровень, он весь закрыт. С другой стороны, понимая просто, какие особенно сейчас возможности, особенно с уходом большого количества артистов, с уходом брендов определенных, какую нишу можно сейчас занять большую и как быстро можно взлететь, то вот оценивая эти вещи, я где-то в шестерке. Потому что я понимаю, что как раз сейчас в России такая возможность огромная, которой не было долгие годы. Потому что, ну, во-первых, я уже с опытом, и это мне не 20 лет, когда там можно не, ну, знаешь, как бы не спохватиться. Это как в 90-х было, когда все, кто было много возможностей, и все смогли себя проявить. Но мы тогда были маленькие, у нас таких возможностей не было. А сейчас есть возможности, есть опыт. И поэтому вот сейчас, как бы, идет эта работа для того, чтобы занять определенные ниши. Какая сфера тебе сейчас приносит больше всего доход из всех твоих направлений, чем ты занимаешься? Слушай, да все, ну, так, наверное, музыка все равно. Вот. Когда как. Все по-разному. То есть в какие-то месяцы где-то есть провалы, другая там, другое направление вытягивает. Ну, все по-демножку. У нас, видишь, как бы, и в Дубае бизнес есть, там, Blackstar Lounge, который там вот был сезон, особенно когда была мобилизация, октябрь, ноябрь, декабрь, просто взлет был. Да, очень большой взлет был. А сейчас там наоборот. Лето началось. Будет спад. Ну, уже, да, идет там спад полностью. Соответственно, другое направление сейчас. Хорошо, у нас просто там сколько, почти 12 направлений разных, и отовсюду по чуть-чуть что-то генерится. Где-то побольше, где-то поменьше. А Ханна, твоя супруга, она тоже, мне кажется, уже входит в число твоих активов, да? Или она себе весь свой доход прибыль? Слушай, у нас Ханна семейный бюджет, он не делится. То есть у нас нет такого вот это твое, вот это мое. А она... А жаль. Обычно, знаешь, как женщины говорят, то, что мое, это мое, а то, что твое, это наше. Ханна на самом деле очень сильно выросла. Вообще, особенно там, когда она косметику запустила. То есть она очень хорошо зарабатывает, и я прям кайфую от того, что с каждым месяцем это становится все лучше и лучше. У нее и музыка достаточно хорошо приносит, и гастрольная деятельность, и стриминг, и реклама у нее достаточно большая. Вот. Но косметика у нее приносит сейчас прям очень достойные деньги, и поэтому... Судя по тому, что вот вскрылись эти все доходы Оксаны Самойловой, этой Лерчик и так далее, что российские бренды... Ну, она, правда, не российский бренд, она в Корее производит его. Но я к тому, что вот владельцы все-таки косметических брендов, и они зарабатывают большие деньги, я просто была удивлена. Я думала, что, ну, хорошо, но сколько там может зарабатывать вот эта вот косметика? Ну, я была вообще в шоке от того, когда я увидела вот этот доход, что люди реально покупают, особенно если это действительно хорошая косметика. И, как я понимаю, что у Ханы действительно хорошая косметика. Хорошая очень. Она еще и лечит, то есть не просто уходовая. У нее получилось сделать из этого успешный бизнес. Да, да, у нее получилось. Но она же была не одна, ты, наверное, все-таки даешь какие-то советы, как-то консультируешь тоже в том числе. Я, ну, во-первых, я всегда рядом, вот, это ее бизнес, она его ведет на 100%, но, конечно же, какие-то важные моменты. Во-первых, она со мной советуется, когда там думает, как правильно там сделать, там, что-то я ей помогаю считать, потому что все равно у меня там экономическое и финансовое образование, я помогаю правильно рассчитать. Какой-то бизнес-план, да? Ну, и бизнес-план, и там рентабельность, наценку, считаем, где какие там у маркетплейсов достаточно большие проценты комиссионных, поэтому все это считается. Это первое. А второе, когда она подходит к определенному этапу следующего роста, я уже знаю, как его проходить. И, соответственно, она ко мне приходит и говорит, так, мы вот здесь, я хочу дальше, мне нужно это. Типа, что для этого нужно? Я говорю, нужно, допустим, вот это вот. Находим либо этих людей, либо, как бы, эти, там, инструменты. Я их передаю, она дальше их тянет. Это, как бы, конечно, уже у нее периодически бывают сильные расстройства, потому что очень много работы. Плюс она еще мама такая сумасшедшая, которая все хочет делать тоже по максимуму сама. И контролировать все. Да, и у нее, конечно, иногда происходят на меня какие-то срывы, что я ей недостаточно много помогаю. Вот, на что я говорю, я все понимаю, у меня тоже есть свой бизнес, и там очень много проблем. И если бы их не было, конечно, бы я с удовольствием больше бы времени уделял. Вот. Ну и она тащит его сама. Она у меня первая труженица, вторая очень семейная. И для нее, вот, как бы, определенные такие критерии помогают ей ставить свои цели, к ним идти, ни от кого максимально не зависеть, насколько это возможно, не общаться и не дружить с тем, с кем нужно для того, чтобы что-то получить, искусственно создавая дружелюбие. Вот. И вот, как бы, это ее путь, поэтому она, у нее свое, ну, как бы, свой вайп, свое лицо. И она не находится в каких-то, реально, там, скандалах, еще что-то, потому что нет для этого поводов. Это как, вот, знаешь, спрашивают у меня, вы ревнуете Ханну? Нет возможности ее ревновать, потому что она не создает поводов. И здесь то же самое. Она в целом в своей, там, рабочей или личной жизни не создает поводов для того, чтобы с кем-то где-то, там, братануться или создать какой-то негатив. Вот я на нее смотрю, а ей, то есть, мне сейчас там 40, да, ей 31. И она реально сейчас так пашет, когда, как я пахал в 30. То есть, у меня сейчас уже такой силой столько энергии, как, когда мне было 30, нету. То есть, я уже многие вопросы, вот, ну, не получается, раньше я их там дожимал, сейчас, окей. Оставил. Да, ну, потому что, как бы, у меня уже нет столько энергии. Она прям, то есть, я уже, я говорю, слушай, успокойся, ляг, спать. Она там свои отчеты смотрит, пишет. Я говорю, оставь людей, пусть люди отдохнут. Она там пишет, выясняет, почему здесь в отчете не то, почему здесь цены не поменяли, почему здесь карточка с этим не так, почему на бирке вот такой шрифт, а не такой шрифт. Я уже, ну, я уже не могу. Вот раньше в 30 я был так же. И я вот сейчас смотрю, она, она меня уже так подвинула, знаешь, я когда иду, она такая, так, подвинься. Скоро будет командовать вообще, говорить так, Паш, ну, ты можешь поотдыхать, я тут поработаю пока. Я бы с удовольствием. Откуда такая мотивация? Потому что, казалось бы, у тебя уже все есть, да, вот у вас там шикарный дом. Многие об этом доме мечтают и на него не могут заработать не то, что первую жизнь, но и вторую, и третью. У вас прекрасная семья, да, там, супруг, да, у вас счастливые отношения, дети, родители, там, слава богу, в здравии, да, там, все. У тебя есть работа, ты востребована, да, у тебя там твои соцсети, которые работают. Ну, казалось бы, все уже есть, чтобы уже как-то немножко притормозить, успокоиться, ну, как бы насладиться хотя бы, да, вот тем, что ты имеешь. У меня есть свои определенные планы и цели относительно разных, ну, типа ниш, да, как сейчас можно говорить. И вот, допустим, сейчас, учитывая то, что так случилось абсолютно, опять же, ну, где-то случайно, где-то нет, что косметика, которую я делаю, она реально очень нравится людям, она реально очень быстро растет. Вот, и у нас, действительно, мы не ожидали вообще такого роста, то есть изначально это не было вообще запланировано как, типа, бизнес, ну, типа, как большой бизнес. Это просто был классный продукт, которым я хотела поделиться, поэтому он там дешевый, просто, ну, реально, ну, пипец помогает. Я там была прыщавым подростком, а сейчас, типа, не прыщаю. На самом деле, у тебя прям очень классная кожа, я вот рядом стою, невозможность увидеть. И, понимаешь, и когда, как бы, он растет, и ты понимаешь, что он востребованный, но невозможно свесить ночишки и, типа, на этом просто выезжать. Когда я понимаю, что есть потенциал в чем-то, я не могу остановиться. Если я понимаю, что вот сейчас у меня есть потенциал там в моих концертах, вот я понимаю, что я супервостребованный артист, и я не могу, ну, как бы, я так воспринимаю, что я не могу сказать, типа, у меня 10 концертов в месяц хватит, 15 я работать не буду. Потому что здесь вопрос не в деньгах, вопрос какой-то может быть, знаешь, там, детская, я не знаю, травма или там не знаю в чем, что когда я понимаю, что я могу съездить на 15 концертов, зачем я буду ездить на 10? Типа, если люди хотят, чтобы Ханна выступила там на их мероприятии. Ну, то есть, и это так работает, если я понимаю, что у меня есть куда развивать бизнес, и есть куда расти, и есть, допустим, там, вот мы привезли там партию, там, 10 тысяч штук какого-то товара, я понимаю, что через неделю его нет, и я думаю, почему я не могу еще заказать? И вот этот процесс, что я могу больше, и что, как бы, есть спрос, он не дает мне расслабиться. Молодая просто. Я говорю, она еще... Молодая сил много, да, да, сил много. Он меня накрывает иногда, то есть я иногда просто, знаешь, вот эти бесконечные чаты, вот я сегодня просто даже, вот я пролетела с гастроли пару часов назад, и я просто даже не беру телефон в руки, просто потому что я хочу отдохнуть. У меня бывает такое, что вот у меня психоз наступает, я все-все все отключаю, я никому не отвечаю, хотя у меня должна была быть примерка сегодня, у нас там должна была быть рекламная съемка, я даже не знаю, вообще Таня звонила кому-то, звонила, да? Я просто выключила телефон, потому что, ну, все, короче, я закончилась вот за эту неделю. Батарейка села. Да, у меня бывает такое. Ну, ты, и, кстати, Паша, вы, мне кажется, в этом очень похожи, вы все у меня цели какие-то себе ставите на каждый год, у вас там какие-то списки. Таблички, да, все. Да, вот эти вот списки, значит, карт желания, там, вот это вот все, то есть вы, мне кажется, прям амбассадоры вот этой темы. Амбассадоры целей, да? Целей, да, таблиц, ну, просто я вот человек анти вообще вот это вот все, и поэтому даже вы меня вдохновляете, потому что мне даже надо все там записать, какую-то цель протолкнуть. Ну, вот, и скажи мне, какой процент успеха, он в том, что вы вот все-таки это планируете, прописываете, вот делаете эти карты желаний, вот как тебе самой кажется? Блин, Лаур, я думаю, вот я считаю, что без вот этого вообще ничего не будет. Для меня без вот этой вот системности, то есть у меня, знаешь, у меня есть, ежедневники, их там 4 или 5 параллельно, и я все туда записываю. Я вообще, я даже паню приучила в ежедневничку, все, каждую, там, то есть у меня есть там задачи, я эту задачу расписываю на подзадачи, эти подзадачи еще на подзадачи, то есть у меня там есть план записанный на меня, то есть у меня все пишу, и я понимаю, что если бы я этого не делала, ну, не было бы в моем бизнесе, по крайней мере, там, в моей теме, где я расту, вообще какого-то результата, потому что без системности, без вот этих там планов, отчетов, там меч, цели, задач, ну, а как, как ты вообще можешь расти, если ты не понимаешь, типа, к чему? А карта желаний еще и визуализация, то есть вот, допустим, наш дом, я вот буквально недавно там делилась своими подписчиками, мне мама привезла из Чубоксар свою первую карту желаний. То есть у мамы тоже была? Мою, мою из моего родного города, и ты представляешь, я вот смотрю, я ее делала в девятнадцатом, ой, в девятом году, в 2009 году, представляешь? То есть почти 15 лет назад, ну, 14. И там кровать один в один, как наша кровать в доме, вот с этим, знаешь, там, балдахинами, там, с подиумом, с лесенкой. То есть тогда не было вариантов, типа, там, зайти в интернет, найти кровать, которая тебе нравится, чтобы ее там наклеить. Были только журналы, там, типа, Космополит, там, Глумур, и все, что мне там, просто я видела красивую, на мой взгляд, я вырезала. И я не знаю, как так получилось, что там ванная, знаешь, там такая круглая ванная и такие ступеньки к этой ванной. И я просто вырезала, я уже забыла вообще, ну, это было 15 лет назад. И вот мама ее привезла, и я смотрю, там, наша ванная, наша кровать, и просто все один в один. Ну, ты послышишь, прям один в один. И я такая думаю, ну, как можно говорить, что это не работает? Ну, блин, ну, это капец, как работает. Чей успех был самым неожиданным? Самым неожиданным? Ну, в каком плане? То есть, понятно, что если вы берете кого-то на лейбл, очевидно, что вам кажется, что этот человек талантливый, и все у него получится. Но все равно вот что-то, ну, ты даже не думала, что так вот человек может выстрелить? Ну, с Клавой, наверное. То есть, когда мы подписывали Клаву, у нас было жюри, был я, Тимати, Вальтер и Денис Сериков, это продюсер Like FM и Energy радиостанции. Мы все Клаву выбрали и понимали, что вот это большой реально артист. Она так у нее образ уже была, она так с гитаркой была. Ну, такая кантри в каком-то таком была немножко. Но потом два с половиной года вообще ничего не шло. Мы потратили очень много денег. Мы там больше 20 с чем-то миллионов рублей. По тем деньгам это очень большие деньги за это время потратили. И не идет, и не идет, и не идет. Ну, господи, ну, непонятно уже, что делать. И я, честно говоря, уже не думал. И потом Витя предложил ей там в блогерскую тусовку, начал ее туда подтягивать. И она там вот завязалась, да-да-да-да-да-да-да-да-да. И потом в какой-то момент времени мы нашли реально песню. И бам, и все пошло. И потом мы уже не упустили, взяли. В чем наш продюсерский, в чем наша продюсерская, в том числе, фишка и сильная страна? Если что-то зажигается, мы чувствуем вот этот успех, и мы не отпускаем его сразу бам-бам-бам-бам. И сразу за год мы залетаем на самый верх и не отпускаем это. То есть нет такого, что с одной песней кто-то там взрывается, и все, и потом потерялся. Почему она стала так успешна? Слушай, ну и выглядит для России очень понятно, первое. Второе, трудяга вообще, она сумасшедшая. То есть она трудолюбивая и работоспособная больше, чем все артисты, которые у нас были. Вот реально. То есть будучи девушкой, она в таком графике живет уже достаточно долгое время. И не плачет, не нует. Мы сейчас были во Франции, и все равно при том же графике у нас были какие-то вопросы. Вальтер в аэропорт установил, мы не спали, летели. Я говорю, езжай в гостиницу, мы с вами, с Вальтером разберемся здесь на таможне. Она говорит, нет, вы что, Павел, я буду сидеть, ждать, ничего страшного. Будем ждать, пока все решится. Ну, то есть вот такие моменты. Потом у нее ценности определенные, семейные, очень высокие. То есть мы с ней разделяем определенные одинаковые вещи, связанные с семьей. У нее большая семья, и для нее вот время препровождения с семьей самое важное. Она вот только что купила квартиру родителям. Мы все это видели у нее в соцсетях. Мы все это видели у нее в соцсетях. Купила квартиру. И вот как бы для нее, у нее есть цели, для чего она работает. Есть больше причины, чем просто быть артистом. У нее есть конкретные цели. Что родителям купить, что себе купить. То есть как жизнь родителей стабилизировать. Я сделаю так, чтобы они ни в чем не нуждались. Это для нее конкретная цель, которая помогает ей, несмотря на сложности, несмотря на усталость, двигаться дальше, преодолевать. Вот как бы... Есть вещи, в которых вы спорите и расходите? Все видения, да. Да, конечно. Ну как, спорим достаточно часто. Расходимся нет. Всегда фокусировка одинакова. Во-первых, либо я просто понимаю, что она так хочет, и делаем так. Либо я ей объясняю, почему нужно сделать так, как я говорю, и она идет навстречу. Мы спорим часто, конечно. Лишь, она артист, плюс находится в графике достаточно в тяжелом. У нее иногда просто по-женски настроение. Она может мне там позвонить и что-нибудь сказать. Павел, почему здесь так? Я говорю, выдохнули. Я понимаю, что ты устала. Давай поговорим завтра. Она говорит, нет, я не устала. Я говорю, еще раз выдохнули. И теперь давай посмотрим на эту ситуацию. Она говорит, да, да, я понимаю. Но просто как бы когда находишься там в графике, в таком... Не хочется, чтобы было таких ситуаций. Я говорю, всем так хочется, и мне так хочется. Но наш бизнес зависит от людей. А звездная болезнь, она у нее была? Была. Или есть? Но больше нету. То есть был момент? Был момент. Это когда было? Ну, момент первых треков успехных. То есть когда из ничего, условно, когда там долго-долго-долго сражался, но не было успеха. И потом резко там за год улететь вообще там на самый-самый верх, конечно, началось. Я говорю, это не у тебя не происходит. А вот что началось? Как это вообще обычно происходит? Ну, не слушает просто. То есть перестает воспринимать обратную связь. Я даже на какой-то момент перестал, ну, типа, спорить. Потому что, ну, это до такого, когда вот песня с Нилета, она ее не хотела делать. То есть ей она не нравилась. Нилета еще не было. Она была там в демке, они ее там сильно переделали. И наш музыкальный продюсер говорит, Павел, она не хочет ее петь. Как бы, опять же, она была в гастрольном графике. Не всегда человек может, будучи в гастрольном графике, когда у тебя там 15 или 16 самолетов в месяц, ты не всегда можешь адекватно принимать решение, еще не высыпавшись, еще в Москве, когда есть куча всяких съемок и так далее. Я ее заставил, говорю, надо. Или трек, то есть с Морген, с Моргенштерном, как получилось. Морген уже начал быть как персонаж, заходить. Он сделал трек вот этот, что-то мерин какой-то, и начал заходить. И мне звонит Ярослав, эльф, и говорит, слушай, там вышел трек, а они как агентство ее продавали. Клаву. Уайлджем. Да, уайлджем. Мы с ними в партнерстве работали по рекламе. И он говорит, надо, чтобы она кавер сделала на этот трек. Трек, типа, заходит. Но Клава не хочет. Он говорит, я уже несколько раз ее искал, она ни в какую. Я ей звоню, она говорит, Павел, не хочу это. Я говорю, надо, ты это сделаешь. Ну, то есть жестко надавила. А у нее уже рост тогда шел. Она сделала, познакомилась с Моргеном, и потом получился трек. Но он был в чарте очень долго в iTunes. Нет, это хит. Это прям большой хит. Он до сих пор нормальный денег приносит. И вот такие ситуации как бы были, когда человек не слушает тебя, потому что ему кажется, что он знает лучше. Вот это вот признаки определенной болезни. Я даже в какой-то момент так чуть-чуть на расстояние отошел, чтобы человек прошел этот этап, может, где-то там получил какие-то разочарования или какие-то оступился где-то, чтобы, знаешь, эмоционально выпустить пар или эмоционально чуть спуститься. И потом вернулся назад. А романтические отношения? Романтические отношения с Ханной у нас сейчас, наверное, на... Ну, на семь с половиной. Почему? Потому что она реально... То есть я стал чуть-чуть поменьше работать, а она стала очень много работать. И реально она приходит очень уставшая поздно вечером, а рано утром я встаю. Вот, поэтому чуть-чуть времени поменьше стало. Чтобы было понятно, мы сегодня снимаем, а она прилетела, да, с гастролей. Да, она не спала. Она приехала в 10... В 10 часов она приехала, не спала, покормила малышку и пошла спать. Вот. То есть у нее такой, типа, график сейчас ненормированный, так скажем. А второе, стало сложнее летать. То есть как раньше мы компенсировали. Мы каждые 2 месяца на 2-3 дня куда-то вылетали. Даже каждые 2 месяца погулять. Такой романтик, да? Да, то есть свиданки такие устраивали. А сейчас вылетать стало очень сложно и очень долго. То есть на 3 дня сейчас не вылетишь. Ты один день только в одну сторону летишь. Сто процентов. Вот. Поэтому этот градус снизился. Но по-прежнему наши отношения... Мы сколько уже? Мы с 2012 года живем. И сколько это получается? 11 лет практически. И они на безупречном... В безупречном состоянии, скажем так. У нас бывают, конечно, иногда ссоры, потому что я там могу нагрубить ей или ей показаться, что я ей нагрубил. У каждого свое мнение. Но по-прежнему у нас семейная и пара. То есть мы с родителями много времени проводим, ездим в отпуск вместе с большой семьей. У нас в этом плане все чудесно. Но у вас такой уже бренд сложившийся. Ханна и Пашу. Мне кажется, что вы как-то... Классно. Да. То есть вы осознанно делали и к этому шли? Или это просто получилось так само собой? Осознанно... Ну как бы мы осознанно шли к тому, что семья должна выглядеть вот так. У каждого было представление, что вот типа счастливая семья должна выглядеть вот так. И это не потому, что так хочется выглядеть, а потому что мы искренне так считаем. И как бы свою жизнь так строили для того, чтобы наши отношения были так. А во внешнем мире, ну, как бы это, наверное, считывают. И многим это нравится. Поэтому, наверное, как ты говоришь, типа это бренд. Мне приятно слышать. Подожди, но это представление о том, какая должна быть у вас семья и отношения, они откуда были сформированы? Вот у тебя лично. Ну, как-то подсознательно. Ну, во-первых, как бы у меня тоже родители вместе там живут до сих пор еще. В смысле, счастливы очень. Счастливы, как никогда вообще раньше. Вот. Так, не знаю, из каких-то, наверное, из книжек, из фильмов, из каких-то что-то складывалось. Потому что я, когда раньше смотрел всякие там мелодрамки или еще что-то, даже будучи парнем, в осознанном возрасте, ну, слезки, трогательные моменты наступают. Поэтому вот именно все, что касается там типа романтичных всяких вещей, семейных всяких вещей, вот какая-то картинка сложилась, наверное, оттуда. Плюс ты, мне кажется, однолюб. Ты такой... Да, я дева. Да. Да, я однолюб. Да, и у тебя уже, если отношения, то отношения. Да, да, ну, совсем так и с друзьями, и там с работой, и отношения к делу такое же. То есть если я сказал, значит, я буду убиваться, ну, как бы я сделаю, потому что для меня это важно. И то же самое. Я там по сторонам головой не верчу. Есть у вас какие-то семейные правила? Ну, вот какой-то что-то прописанный, свод правил, условно, что вот помогает вам сохранять страсть в отношениях, любовь в отношениях, понимание, уважение и так далее? Ну, если говорить про именно любовь и про страсть, ну, я не могу сказать, что это правило, но, во-первых, мы там оба стараемся друг за другом очень следить, чтобы оставаться в той форме, в которой как бы хочется, ну, типа, в которой ты по-прежнему возбуждаешь, да, там, человека, потому что в любом случае там страсть, она через другие инстинкты идет. Вот, это первое. Второе. Ну, мы стараемся выезжать куда-то. Вот все равно, как бы не крути, когда ты выезжаешь из, там, рутины, из работы, ты все равно вот эту страсть и романтик, ты его поддерживаешь. Потому что, когда ты все равно вырываешься куда-то, там, красивый ресторанчик, и красиво можешь там одеться, и все равно это поддерживаешь. Второе. Третье. Мы здесь по-прежнему все равно стараемся ходить вдвоем, там, когда-то в ресторанчике и проводить вот это вот время, ну, типа, вместе. Что еще? Я не могу сказать, хотелось бы, и моя, в принципе, жена очень сильно права, я вот не... Я плохо в подарках. То есть вот там... В сюрпризах, наверное. В сюрпризах, да, скажем так. В сюрпризах. То есть все мои подарки, это такие, когда она сама что-то сказала, что она что-то хочет, и я говорю, да, хорошо, там, типа, будет сделано, и то она мне еще там три раза напомнит про это. Знаешь, я иногда смотрю там социальные сети своих, ну, там, знакомых, подруг, знаешь, там, коллег, и там, типа, это мне муж купил, там, это мне... Ну, в смысле... Это сумка мне муж купил. Инстасанка ставит. Ну, типа, знаешь, праздник, Новый год, или там, 8 марта, и вот все, короче, весь Инстаграм, там, запрещенная сеть, значит, там, Кортье, то, сё, и мой, который, ну, купи себе сама что-нибудь, ты же знаешь, я что сейчас куплю, тебе не понравится, купи сама, и вот это... Ну, у вас общий бюджет, я же не говорю, у тебя должен быть свой, где ты, значит, заработала, у тебя, а то, что Пашина, ваше общее, понимаешь? Да, но здесь вопрос не в деньгах, я пойду, я могу пойти и купить, но тот же вопрос вообще не в том, что, типа, у меня там есть какой-то ноу-лимит, который я могу тратить, как бы это круто, но тот же вопрос в том, что, представляешь, как классно, ты проснёшься, а у тебя там какая-нибудь коробочка, и ты такой подарочек... Слушай, ну, кольцо-то он тебе сам купил, или ты тоже его сама выбирала? Сама выбирала. Вот это, конечно, сама выбирала. В смысле? Нет, подожди, я тебе прислал фотографии, тебе нравится или не нравится? Это кольцо я тебе... Вот это, это я с нашим ювелиром разбиралась, и тебе сказала, что мне нравится вот это. Я тебе прислал два, и ты выбрала. Ну, короче, ладно. Ну, подожди, есть всё-таки что-то, что он сделал сам? Фокусируйся на хорошем. Попробую, сейчас, подожди. Сейчас, подожди. Потому что мы все смотрим на твои бриллианты, и нам кажется, что это всё Паша ходит, понимаешь, выбирает и тебя отправляет. Нет, так не выбирает Паша. Нет, Паша так не выбирает, так выбирает Ханна сама себе, а Паша аксептует. Ханна напоминает. И говорит, можно... Я ещё напоминаю. Я ещё напоминаю. Ты не забыл, что у нас годовщина свадьб? То есть я, короче, из тех женщин, вот как, знаете, вот бывает же такое, да? Я вот из тех женщин конкретно, вот про которых мемчики в социальных сетях, типа, у нас через месяц годовщина, ты уже выбрала подарок. Вот такой, да, да, типа, вот уже там начинаю, проходит две недели, я понимаю, что не черепи. Через две недели годовщина, я напоминаю, а что ты будешь мне... То есть я уже даже вот так, типа, а ты выбрала уже мне подарок? Мне кажется, сейчас выдохнули просто все зрители, потому что у них тоже так же. Девочки, у нас тоже так же. У меня тоже, мой муж вообще не про сюрпризы. И бороться ты как с этим не смотришь? То есть я уже вот сколько мы лет, а 12 вместе, да? 10. 10. Короче, бороться с этим бесполезно. Друзья. Давай. В вопросе друзей. Баллы. Ну, я бы... Да я, наверное, скажу, что типа 10, 9-10 баллов, просто потому что, во-первых, у меня не так много друзей, у меня много приятелей, там, знакомых, но друзей на там... на одной руке пересчитать. Вот. И хочу сказать, что у меня в целом взаимоотношения даже с друзьями, с приятелями очень хорошие. Наверное, я так построил отношения к себе, что если я по какому-то вопросу кому-то обращусь и позвоню, попрошу, но я на 99% уверен, что мне там типа не откажут. Я стараюсь этого не делать, но в целом понимаю. Первое. Второе... То есть ты просить не любишь? Я не люблю просить, да. Но знаю, что если попрошу, не откажут. Это первое. Второе. Я не общаюсь с теми, с кем... Вот у меня там разные ценности. То есть вот... Если там я за столом буду сидеть, и кто-то будет говорить о том... Женатый там мужчина будет говорить о том, что он там ведет условно там... Смотреть на другую девчонку и так далее, я в следующий раз там за такой стол не сяду. Ну, общаться буду, но типа рядом уже не сяду, просто потому что ценности другие. Я не знаю, иногда я слишком заморачиваюсь. Мне жена говорит, ты слишком иногда там типа радикальный в каких-то вопросах. Но я дева как бы, и вот я не могу себя переломать. Из-за этого у меня не так много друзей, но в целом со всеми друзьями у меня очень хорошие выстроенные отношения. Но еще важный момент. У меня их не может быть больше, просто потому что я очень много времени еще с семьей провожу. И физически как бы не так часто могу уделять время, ну или там встречаться с каким-то большим кругом друзей. Поэтому их не так много. Но все, которые есть, как бы вот мы вот прям вот так. Ты говорил, что ты очень хороший друг. Да, я очень хороший друг. И что людям повезло, если ты с кем-то дружишь. А какой ты друг? Слушай, во-первых, я надежный. То есть если я что-то сказал, я точно это сделаю. Во-вторых, я преданный. То есть если я дружу, я дружу. И я не дружу из-за того, что там выгодно, невыгодно. Даже если там против кого-то дует ветер, там плохо что-то, я из-за этого там не скажу, слушай, что-то нам надо там... Ну или там, знаешь, подальше в сторонку. Вот. Это второе. Третье. Я... Ну типа мне можно доверять. То есть если я... Даже не в вопросе того, что я типа сделаю и не сделаю, а в вопросе того, что типа... Если это белое, это белое. Если это черное, это черное. То есть я в этом плане очень конкретный. Вот. Ну и в целом, наверное, со мной там хорошо проводить время, потому что я достаточно компанейский. Я не люблю там сплетни, вот эту всю лабуду. Я как бы... Мне нравится там такой... Я люблю посмеяться, я люблю там за какие-то красивые вещи поговорить там. То есть я в целом диалог могу поддержать. То есть у меня тоже такой достаточно насыщенный опыт и насмотренность для того, чтобы поддержать какой-то разговор. Ты сказал, что у тебя... Ты сказал, что у тебя не так много друзей, а вот те друзья, о которых ты говоришь, это друзья из твоего какого-то детства, подросткового возраста или уже приобретенные в таком более сознательном возрасте? Нет. Только Вальтер у меня остался из детского возраста. Ну, то есть мы там с 14-15 лет примерно дружим. Вот он единственный... Ну, он мой самый лучший друг. И вот он с прошлого. Все остальные скорее-таки приобретенные. У меня вот есть товарищ, ну, как товарищ друг, я его другом считаю, Максим Попов, он владелец «Кенгуру-про». Знаешь, такие турники везде. Вот у него тоже участки он мне подарил. Вот я с ним дружу. Мы с ним на лодке ходили. Мы с ним часто смеемся, что если ты с кем-то можешь на неделю выйти на лодке, и вот там проверяется, насколько ты с человеком можешь в тесном контакте быть. Потому что разные ситуации. И вот мы с ним все время угораем, что мы с тобой лодку выдержали, значит... И у нас с ним тоже там взгляды на многие вещи совпадают, как бы, и мы посмеяться можем, и там какие-то по бизнесу обсудить вопросы можем. Какое место вообще дружба для тебя занимает в жизни? Сложно сказать. Важное, но вот прям какое конкретно место его на какую-то полку не положишь. Потому что для меня... Ну, типа, моя жена мой самый лучший друг, потому что я с ней больше всего времени провожу, мы с ней там болтаем о разных вещах, там дискутируем. То есть вот у многих пар жены не являются друзьями. И у них есть потребность закрывать этот вопрос с кем-то из друзей. В баню ходить, пиво попить, что-то там поговорить и так далее. У меня такого запроса нету, потому что моя жена, мой лучший друг, и мы очень много проговариваем ситуаций. Поэтому вот как бы там моя жена, Вальтер, Максим, ну, там есть еще у меня пару друзей, я чуть-чуть меньше, чуть-чуть реже с ними вижусь, но считаю их своими друзьями. Как так у вас получилось с Вальтером не потерять дружбу, начав работать вместе? Слушай, ну, у нас бывают конфликты, конечно же, потому что иногда по-разному смотрим, иногда тоже эмоционально в каких-то вещах разное видение, оно, скажем так, эмоцию добавляет. Но в целом, особенно мы с ним там синхронизировались, когда там с Тимуром разошлись, мы полетели, у нас там проблема была в американском бизнесе, он же в Америке был бизнес, там была достаточно серьезная... Лейбл там был вместе с вот этим... С Пубером, да. У нас была там конфликтная ситуация, тяжелая достаточно, и мы думали, как ее решать, и мы там провели полторы недели, это вот прям перед началом коронавируса было, мы были в 22-м году, как раз мы когда пролетели, коронавирус начался там. В 20-м году. И мы с ним провели там вот где-то 8 дней вместе, каждый день решая провели. И мы как-то, решая ту проблему, мы с ним синхронизировались и поняли друг друга еще больше, чем раньше. То есть вот нам казалось, что мы раньше друг друга знали, но там мы вот прям еще больше друг друга поняли. То есть я понял, почему у него определенные какие-то вещи, почему он так делает, почему он так там поступает в некоторых вопросах. И он мне. И вот после этого как бы взаимоотношения еще стали более крепкими, потому что мы стали понимать больше определенные решения в некоторых вопросах и доверять друг другу в этих вопросах больше. То есть в определенных вопросах, если он чувствует, у него природное чутье есть такое животное, у него родители дипломаты, скорее всего это от этого. И он вот прям, знаешь, он как по запаху иногда чувствует, как человек себя скоро поведет. И раньше, когда он мне об этом говорил, а я не видел этих признаков, я с ним всегда ругался. говорил, да ты что-то нагоняешь, что-то до сюда. И вот после как раз решения этой проблемы в Америке, я стал понимать, если он что-то чувствует, значит, я уже должен обратить туда внимание. И чаще всего, через определенное время, когда я начинаю пристально смотреть, я начинаю уже симптомы видеть. А он в определенных вопросах мне стал доверять. То есть, если он говорит, у нас там проблема, я говорю, я понимаю, пока не знаю, как ее решить. Он говорит, ты ее решишь? Я говорю, я ее решу. Он говорит, все, там типа у нас есть еще там полгода, для того, чтобы эту проблему решить, дальше не получится. Я говорю, я найду решение. Все, если я говорю, что я найду решение, он фокус внимания убирает и продолжает заниматься тем, чем он занимается, а я решаю эту проблему. То есть, он понимает, что если он мне обозначил, и я сказал, что я принял это, все, он больше как бы меня не дергает по этому поводу. Сохранить бизнес или сохранить дружбу? Что важнее? В идеале, конечно, и то, и другое. Не знаю, ты знаешь, в вопросе дружбы это не так просто сказать, типа сохранить там, типа дружбу. Потому что у каждого человека на дружбу свой взгляд. Если у обоих сторон взгляд на дружбу так, что это должно быть выгодно обоим сторонам, и это должно быть, ну, нести пользу обоим сторонам и учитывать интересы друг к другу, такая дружба точно в приоритете. А если кто-то считает, что дружба это когда на тебя можно положиться, а сам ты не всегда можешь подставить свое плечо или там, типа, правильно возвращать это время, свое время и внимание, то такая дружба, ну, на весах не должна стоять. В какой момент вы с Тимуром перешли от дружбы к бизнесу? Вы же были очень близки, у вас была настоящая дружба мужская такая? Слушай, она была и до конца дружба, то есть до момента, когда мы разошлись, мы точно так же дружили, даже уже там последние месяцы, когда уже, ну, типа, конфликт назревал, у нас были какие-то такие откровенные делки, то есть мы меньше откровенно общались, а в те моменты, когда откровенные разговоры были, я не чувствовал, что мы, типа, что мы отдалились, то есть точно такой же был точный предметный разговор, просто наступил момент, когда наши, я бы даже не сказал взгляды, наш жизненный, жизненный вайб стал другой, то есть мы более семейные, он более, как бы, одиночка, то есть, возможно, он себя чувствовал больше, что он хочет быть один, то есть в нем, скорее всего, это нарастало, а мы с Вальтером наоборот, типа, вот, свою волну, свою волну какую-то чувствовали, плюс в бизнесе большая ответственность в обязательствах каких-то, ну, то есть, а у меня там гиперответственность, она не требует отлагательств, а он творческий чувак, как бы, и он наоборот, вот эти вот обязательства, какую-то гиперответственность, как бы, она его тяготила, и поэтому так произошло, как произошло. Когда тебя спрашивают, про то, почему вы разошлись с Тимуром, ты часто говоришь о том, что Тимуру в какой-то момент не хотелось просто, чтобы он постоянно занимался вот этими артистами, он сам артист, творческий человек, и вот ему в какой-то момент хотелось уже на себе сконцентрироваться. Так и есть. В какой-то момент вы почувствовали, что у вас какое-то охлаждение в отношениях, и что есть вероятность, что он может уйти с лейбла? Я, честно, уже, когда вот там я какие-то интервью по горячим шагам давал... Ты помнишь, а сейчас уже не помнишь. Я не могу уже вспомнить. То есть, я думаю, что там весь 20-й год он уже такой был. там и песня про Москву, и как бы наши там споры. Хорошо, это было внезапное какое-то для вас аж там... Вас ошарашило то, что он пришел и сказал? Нет, это было... Я понимал, когда он пришел, как бы я уже был к этому морально готов. Конечно же, я в моменте офигел, что он принял так, такое решение. Я даже не понимал, а как дальше? Типа, а как может быть дальше? То есть, мы все время двигались втроем, и все шло через него. А как будет дальше? Ты пытался его переубедить как-то? Уговорить, остаться там? На моменте финального разговора нет, потому что он тоже серии таких людей, которые, когда пришел с таким решением, оно не эмоционально возникло, он его долго-долго-долго вынашивал. Но у нас с ним перед этим было несколько разговоров. Мы в Америку летали с ним, как раз когда мы Блэксарбургер открывали, где Джастин Бибер был. Мы летели там, и там время провели, и там разговаривали, и я ему как раз в очередной раз говорил, я говорю, ты понимаешь, как бы очень много от тебя, что зависит. То есть, если я на тебя там давлю, если я с тобой как-то агрессивно в моментах разговариваю, это не потому, что я там тебя меньше люблю, чем раньше, или там тебя не уважаю, или там не доверяю тебе. это потому, что как бы растет ответственность, и я понимаю, что все больше и больше необходимо твоего большего включения. Я понимаю, что ты устал, он мне говорил, типа, я устал, ты понимаешь, как бы, я еще сам артист, я не могу, я говорю, все это понимаю. Да, ему, мне кажется, надоело еще, что вот всех этих артистов, молодых и начинающих, ему нужно за собой защитить. Заново опять, то есть, конечно, они же эти все начали расходиться, он как себе представлял, что заново надо сейчас все это время нести, типа, это ад для него. Я это все понимаю, но мы такую структуру построили, и никто не предложил чего-то альтернативное. Ему говорят, предложи что-то альтернативное, давай перестроим. И оно не сложилось. Ну, в смысле, ничего другого не началось. То есть, он говорит, ты должен, как бы, мне просто доверять, что, как бы, и не спорить с самыми моментами. Я говорю, я готов тебе доверять, но в моментах я не вижу этих действий, которые, как бы, нас должны вытаскивать, потому что время идет, типа, мы теряем позиции. Вот. Возможно, я эмоционально где-то там передавливал его. Ты считал его решение предательством? Эмоционально, наверное, да, эмоционально. Но я не стараюсь не эмоционально вот, осознанную, осознанную уже жизнь, я стараюсь не эмоционально принимать решение. Поэтому головой я понимал, что он для себя принимает правильное решение. У меня не было никогда там ощущения, что, типа, все, ты выходишь, там, куда-то без нас, там, и так далее. Ну, то есть, не было таких умозаключений, не было таких мыслей. Я понимал, что он сильная единица самостоятельно, он в любой момент сам найдет, как бы, как перегруппироваться, как сделать, тем более, у него уже такой багаж есть, да, и тем более, там, багаж тех песен, там, и всего остального. Поэтому было скорее ну, какое-то опустошение, понимаешь, потому что столько лет вместе прошли, как бы, еще так, когда расходились, как бы, такой тупняк какой-то был, то есть, он какие-то там вещи там написал, которые, ну, меня лично обидели, потому что я точно не тот человек, по отношению к которому это должно было быть. Но я допускаю и допускал, что он на это смотрел своими глазами, и, возможно, мои какие-то поступки для него казались точно такими же. Поэтому я ни в коем случае его там не осуждал, не осуждаю, вот, типа, так, как есть. У вас был какой-то после разговора, как вы разошлись? У-у, вообще ни разу не разговаривали. Ты скучаешь по нему как подругу? Ой, как, наверное, как друг, он был до 2000, ну, какого-то, наверное, там, 14-15 года, вот, прям, такой, как друг, а потом уже у него своя жизнь, началась у нас своя жизнь, поэтому там дружба была рабочая, то есть, мы с Вальтером много времени проводили, а с Тимуром не так много времени проводили, он там сам ужинал скорее, там, мы с Вальтером там с семьями ужинали, поэтому сказать, что я по нему скучаю, как подругу, я уже не помню, каким он был, как друг, я помню, каким он был, как друг, когда нам было, там, по 16-18 лет, тогда были прикольные времена, беззаботливые, веселые, мы классно проводили время, это, ну, в основном, как бы, мы проводили время у меня дома, потому что мои родители часто уезжали, мы дома у меня тусили, либо где-то на гастролях, было прикольно. Мне кажется, что я застала самое лучшее время клубной Москвы, это как раз вечеринки, которые вы делали, и мне кажется, вот мое поколение их помнит, то, что вы делали, оно реально отличалось чем-то, не знаю, особенным, что это действительно было такое самое веселое время, может быть, потому что мы подростками были, но мы рады. Подростками, уверенно, мне кажется, сейчас тоже подростки многие так говорят, но тогда было все равно, это все-таки в диковинку было, не было много этого. И ты знаешь, вот я хочу тебе сказать, что я помню свои, как бы, ну, у меня есть там вспышки воспоминания, да, там, о каких-то событиях, я вас помню, и мне всегда казалось, что, ну, вы точно будете звездами, энергия такая была, звезд, то есть я понимала, что эти парни далеко пойдут, хотя тогда предпосылки, ну, какие были, ну, вы, как и все, просто работали, ну, как бы, в клубе пропускали, ну, как бы, делали вечеринки, на фейс-контроле стояли, и так далее, но в вас всегда была вот эта энергия, которая за собой тянула людей и притягивала. Вот ты сам это ощущал? Конечно, конечно, ощущал. Во-первых, как бы, мы понимали, что мы все в три разных, то есть один там мулат, второй черный, и третий русский пацан, и как бы мы чуть-чуть были все разные. То есть Тим, у него была вот эта вот насмотренность, он в Америке учился, он понимал, как бы, что есть по-другому, и это сюда тащил, и это для людей было вау. У меня была там упертость такая, как бы, я тащил максимально там, вот старался там развиваться и тащил все там административные вещи, которые были возможны, и как бы вот качал. Вот, Вальтер был такой, чуть-чуть ловелас, такой, знаешь, интересный, просто черный разговор. Вальтер просто у него девушки все время были, он всем комплименты делал, он такой был очень теплый. теплый, он был теплый. То есть, вот это вот все, то есть для людей это было, вау, вообще такое бывает, ну типа, откуда вы, что это так уже за троица такая. Конечно, мы этим там подкупали, вдохновляли, восхищали, это и легло в основу. Ну, плюс мы трудолюбивые были, мы пахали очень много, то есть мы с самого детства реально фигарили нон-стоп, то есть вот для нас это была мечта, и ничего не остановит. Как говорится, get rich, or die train. Ну вот скажи, о чем ты тогда мечтал, когда вот в этих клубах выходили и сами не могли себе позволить закрывать эти столы за десятки тысяч долларов? Какие десятки, просто за там десятки тысяч рублей не могли закрывать и как бы все время где-то там сбоку. Мечтал о том, чтобы не было такого времени, когда ты в чем-то нуждаешься, когда ты хочешь что-то себе купить, у тебя нет возможности, когда мечтал о том, чтобы у меня была семья. На самом деле я мечтал тогда, чтобы у меня была классная семья, чтобы у меня была жена такая вот прям красивая, которую я буду там любить. Уже тогда я об этом мечтал. Мечтал о том, что я буду состоявшимся. Знаешь, как бы вот вопрос состоявшегося, это когда ты сам понимаешь, что вот первое, ты знаешь себе цену, что ты уже прошел, что ты добился, что ты обжегся, что ты потерял, и ты заново поднялся, как бы и ты зависишь, ну, в основном, как бы от себя, от своих мозгов, от своего трудолюбия, от своей работы. Вот такая была мечта, и как бы я сейчас себя ощущаю именно таким. То есть я считаю себя состоявшимся. Но ты вот в том возрасте мог представить себе, что твои вот сегодняшние 40? Такого уровня нет. Такого уровня не мог. Ты даже не мог представить себе, что такой масштаб возможен? Не мог. Хотел. И хотелось бы, но не мог себе представить, что как бы так будет. То есть, давай так. Я предполагал, что так должно быть, потому что, глядя на то, как мы двигаемся, и насколько мы больше тратим времени на то, чтобы этого добиться, я предполагал, что такое должно быть. Закономерность такая. Я вот смотрел, думал, так должно быть. Но просто это было так, далеко, что думал, господи, неужели когда-нибудь такое настанет? Неужели настанет, что можно там джетом полететь, там, с семьей куда-то самостоятельно? Неужели там, вместе с женой, там, построить такой дом, в котором там, ты мечтать не мог, и как бы жить со всей семьей? Выезжать за границу, там, совсем большой семьей, и вот, на несколько месяцев. Такого, как бы, не мог мечтать. Адриана, хорошее. Она стесняшка. Она не стесняшка, не рассказывай, она не стесняшка, она как раз у вас очень, мне кажется, такая, достаточно раскрепощенная. Вот, когда взрослая, и она сразу все, она перестает разговаривать, у нее ощущение, как будто она от двух слов связать не может. Ну, просто это в начале, а когда она уже наиграется, с тобой познакомилась. Садись. Мне нравится твоя комната? Что тебе больше всего нравится в комнате? Игрушки. Игрушки? А гардеробная тебе твоя нравится? Там у тебя такие вещи классные. Ты сама выбираешь, что надеть, или тебя одевают и тебе предлагают? Мама. Мама предлагает, а сама ты? Я бы вот здесь поспорила, потому что у нас, вот, единственный конфликт, который у нас, периодически с дранчиком бывает, это по поводу одежды. То есть, вот если ей захочется ходить в костюме Эльзы, вот по дому, или, допустим, вот мы были сейчас в Дубае, ну, просто там 30 градусов, мы просто в зимнем вязаном платье, потому что нам хочется в зимнем вязаном платье. Андрея, расскажи, почему ты в зимнем платье и в 30 градусах в теплое? Потому что она вот такая вот. Или она, допустим, в садик хочет в капроновых колготках, в таких этих, в цветочек, а там нельзя. Капроновые колготки, это вообще наша слабость. Это просто, я не знаю откуда, я не знаю почему, но капроновые колготки, да, Адриан, очень мы любим. Ну, летом сейчас особенно, наверное, будут они актуальны. Подход к воспитанию детей. У вас одинаковый? Ну, то есть, у вас есть тоже вот определенное, не знаю, видение того, как вот нужно воспитывать детей? Или вы, в принципе, это не обсуждаете, оно само по себе как-то органично у вас происходит? Есть. У нас примерно одинаковое видение. Конечно, я иногда на жену свою ругаюсь, потому что я строже. У меня, конечно, Ханна, это такой был прикол, она в очередной раз что-то, ну, там, слезы пустила, что вот, она недостаточно там внимания уделяет детям, потому что она на работе, хотя, на самом деле, она очень много, ну, вот реально уделяет времени. Ну, все свободное время. Да, все свободное время. И она говорит, я такая строгая, я самая строгая у нас в семье подряд. И все там сидят, бабушки, все как начали смеяться. И она такая, что не так? И мы такие все, ма, мася, потому что самый строгий я. Я, как бы, Адриану ругаю, я ей запрещаю. Мама тоже иногда запрещает, но в целом, как бы, много чего разрешает, потому что ей кажется, что она не так много времени уделяет, и она хочет компенсировать тем, что она ей много разрешает. Я, конечно, иногда чересчур строг, я очень строгий. Бывает, конечно, она не веревки уйдет, но в целом, я очень строгий. Все, что он сказал, короче, можно просто вырезать и удалить, потому что он максимально не строгий папа. То есть он всегда говорит, что ты ей не говоришь, иди сама, когда я говорю, Паня, иди поговори с ребенком, а что ты сама поговори, почему это я должна? То есть он постоянно, да, Адрианочка, конечно, Адрианочка, пиццу, пожалуйста, малышка, мультик, он говорит, что он очень жестко в плане еды тоже, то есть ограничения какие-то. В плане сладенького. Кто разрешает сладенькое у нас в семье Адрианочки? Да, только в плане сладенького. Кто мороженое постоянно разрешает Адрианочки? Только в плане сладенького. Все остальное, он вообще не строгий папа. А в чем еще? То есть в моем понимании строгий папа, это так, Адриано, делай вот так, вот так, вот так. Я тебе сейчас объясню. Да, идти ко мне, я тебя пообнимаю, малышка, ну так нельзя, моя сладость. Я иногда просто реально... Так он сказал, что ты добрый полицейский, а он наоборот, злой полицейский. У нас, короче, у нас есть один единственный строгий человек по отношению к Адриане, это я. И она это знает, прекрасно, потому что я единственный, кто может ей в чем-то поперечить. Все остальные, ну, дома, ну давай, посадим конфетку и все, хорошо, давай только одну и все. То есть все-таки вьет веревки? Сто процентов, конкретно, из папы, из бабушки, из другой бабушки, из дедушки. Не, ну из мамы тоже вьет, но я хотя бы могу вовремя остановиться. А эти просто. Но в воспитании у нас есть одинаковые вещи. Она должна быть вежливой, здороваться, заботливой. Если она вдруг с кем-то не поздоровалась или не сказала спасибо, она не уйдет, пока она не скажет спасибо, она извинится, она там то-то-то. То есть вот такие вещи. Она не должна кичиться или хвастаться тем, что у нее что-то есть, чего нет, у других за это мы очень строго ее ругаем. Она не должна быть жадной, она должна там делиться с детками, там особенно на площадке. У нас есть режим, то есть она в обед строго спит и очень редко мы ей разрешаем не спать, потому что как бы она еще просто маленькая, ей надо отдыхать. У нее есть режим вечерний, то есть в определенное время она идет спать. Есть определенные ограничения там по сладкому, по еде. Она не может каждый день есть макароны, пицца, там типа газировка, она не может каждый день есть сладкое. У нее есть ограничения по мультикам, по типу мультиков, которые мы вводим, чтобы у нее не было всяких словечек. Ты знаешь, как иногда подружится с какой-нибудь девочкой, с подружкой, и потом приходит и начинает какими-то словами разговаривать, ну типа плохими, да мне пофиг там, откуда ты такие слова берешь там. и вот мы работу проводим над тем, что если там какие-то условно там слова происходят, мы либо ребенка от этой подружки чуть-чуть в сторонку убираем, либо еще что-то. У нас была ситуация в Дубае, когда мы жили сейчас три месяца, у нас была ситуация, она пошла в садик, и у нее там была подруга, и она стала приходить домой, стала очень агрессивной, бить стала там, прям вообще какие-то, причем за неделю это произошло, и мы, я пришел там к директору, там на английском объяснил всю ситуацию, она вызвала Адриану, и на английском с ней на полной серьезке начала разговаривать о том, что происходит. И та начала объяснять, что типа ее подруга ее, во-первых, там тоже бьет, обзывается, там смеется на ней и так далее. И я сказал, я говорю, если вы их не разведете, я ребенка из садика заберу, и они их развели даже по разным группам, и буквально через неделю то есть все это стало пропадать, поэтому за ребенком нужно четко следить, в какой он среде, в какой атмосфере, в каком окружении, потому что ты начинаешь быстро вытаскивать симптомы. И вот для нас правило, если мы видим, что появляются какие-то симптомы нездоровости, хвостоства или еще чего-то, мы быстро начинаем обучать, откуда это взялось и это пересекать. И с ней на взрослой волне объяснять ей, это неправильно, это, 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 то есть она не всегда понимает, она говорит, почему. Мы ей не просто говорим там потому что, типа мы так скажем, мы начинаем прям ей рассказывать до самого зерна, почему типа так нельзя делать. И оно как бы во многом, во многом и работает. То есть мы очень следим, чтобы за она воспитанным ребенком была. Личностное развитие. Вот что ты делаешь для того, чтобы постоянно себя развивать и все время прокачивать и все время прокачивать какие-то свои новые знания, стороны. Слушай, могу точно сказать, что вот если оценивать это, то в личном развитии у меня сейчас тоже семерка. Это тоже такими этапами, знаешь, я там всю свою бурную молодость, кучу всего читал, на всякие тренинги ходил. Мне кажется, да, тебя помотало. Я реально опережал, ну то есть я опережал средний уровень развития, ну там и сверстников и всего, не в плане своего развития, а в плане получения дополнительной информации, которая меняет, которая взрослит тебя быстрее, чем там взрослит опыт и возраст. Это помогало. А потом на определенном этапе ты как бы останавливаешься, потому что тебе, во-первых, надо это все применить, во-вторых, у тебя не хватает времени, в-третьих, тебе кажется, что ты уже все это знаешь и вот следующий этап, когда ты это оцениваешь, что ты опять чуть-чуть опустошен, он происходит через несколько лет. Вот у меня последние там полтора, там может даже два года, я чувствую, что мне уже опять не хватает, потому что к 40, когда приближаешься, как будто тебе кажется, ну то есть тебе не кажется, а ты понимаешь, что на этом этапе жизни тебе как будто бы более эффективные решения нужно принимать. Ты уже не такой, ты не можешь уже там типа общаться там с молодыми так, как ты общался раньше, потому что, ну, во-первых, у тебя чуть-чуть статус другой, чуть-чуть как бы уже положение другое, возраст другой, то есть ты не можешь там, тебе там молодежь такая по плечу, там, что там, как дела? И вот для того, чтобы все равно оставить вот эту эффективность в работе и себя чуть-чуть приподнять и вообще на свою жизнь, строить свою жизнь чуть-чуть с другого, скажем так, с другой линии, ты знаешь, как вот мосточки такие, где машины ездят, это вот более высокий какой-то или этаж, что ли, не знаю, как это пример привести, ну да, такой уровень. Я понимаю, что у меня нет, у меня не было там определенных подпитки, откуда я это мог делать, потому что в моей жизни было три вещи. Первое, книги, люди, такие турники, из-за которых, которые в моей жизни появлялись, давали мне определенную прокачку и третье, это всякие тренинги. Вот. И последние два года как бы этих турников в какой-то момент не стало, потому что, потому что что-то произошло. книг я не читал особо, потому что на них не было времени и что-то за последнее время много чего я прочитал. Я понял, что это все профессиональное, но именно по житейским всяким каким-то уровням развития чуть не хватает. А третье, на тренинги не ходил, ну, во-первых, потому что, когда ты уже там становишься там лидером, ты уже не на каждый тренинг можешь сходить, чтобы там, знаешь, это такое какое-то чувство, что... Расслабиться не можешь до конца все равно. Ну, типа, ты все равно, на тебя уже начинают смотреть по-другому, как бы тебя начинают воспринимать, по-другому, и ты не можешь расслабиться. То есть в группе тебе уже некомфортно. Да, ты в группе уже не можешь так расслабиться. Вот. И вот как бы сейчас наступил момент, когда я начал, там, опять, читать, я начал, я нашел, начал находить на ютюбе всяких там, типа, чуваков, которые... Мне не надо уже быть в группе, я начал находить там чуваков там и... Чуваков. Я начал находить всяких ребят, которых чуть-чуть подсматриваю, где-то что-то выхватываю. И третье, начал сам включать вот этот инструмент своего нового видения себя. То есть самому, самому себе перепрошивать вот эту прошивку. И вот последние где-то месяца два я прям чувствую, что я начал расти. То есть я начал расти к тому, чтобы вот, когда мне будет 40 лет, мне в этом году 40 лет будет, встретить его уже подготовленным. Вот последние полтора года я не чувствовал себя подготовленным к этому этапу. Я прям чувствовал чуть-чуть слабость. Я понимал, что я еще там, вот типа, в 35-летнем возрасте, но мне уже не 35. И с одной стороны возраст это ерунда, но с другой стороны это определенный этап, к которому ты либо приходишь подготовленным, либо приходишь неподготовленным. И по моему ощущению, следующие пять лет ты можешь просто прокатиться. У меня просто много знакомых, в котором там 40, 45, там 50. И ты с ними когда общаешься, ты понимаешь, что как бы эти люди не на свой возраст живут. С одной стороны хорошо, а с другой стороны, типа, вот я бы так не хотел. Я хочу быть подготовленным к тому возрасту, в котором я нахожусь. Вот после 40-40-45 я могу опять чуть расслабиться, потому что я вот эту колею построил, еду, потом опять надо подготовиться, это что-то следующий этап. Это может быть мои какие-то загоны, но мне так комфортно. То есть, когда я к чему-то подготовлен, мне комфортно. Когда я подготовлен к интервью, мне комфортно. Когда я подготовлен к каким-то внезапным ситуациям, я чувствую себя комфортно. Три главных секрета твоего успеха. Первый секрет моего успеха это работоспособность и трудолюбие. Это главное. Второе, это постановка целей и каскадирование этих целей на маленькие шажочки, чтобы была причина следственной взять. И третье, это работа в команде, поиск сильных людей, доверять сильным людям и присоединять их, влюблять в себя, влюблять в продукт, который мы делаем, для того, чтобы благодаря этим людям добиваться. Потому что все наши успешные вещи, они в моей истории зависят напрямым образом от тех людей, которых я либо привлек, либо мы привлекли, либо каким-то образом привлеклись, и мы их оставили в этом процессе. Я верю, что у каждого человека есть какая-то миссия на земле. В чем твоя? Как тебе кажется? Ну, раскрывать таланты, я бы сказал, что это моя миссия. Я много людей раскрыл. То есть, опять же, это не только артисты, потому что все равно это большая команда участвует в этом. А именно даже в тех сотрудниках, которые у нас работали, работают, или будут работать, я их раскрываю. То есть, я делаю многое для того, чтобы эти люди из маленьких стали большими, как профессионалы, как люди с мировоззрением. То есть, я раскрываю. Моя миссия, наверное, раскрывать таланты. И я чувствую себя очень кайфово, когда я вижу, как вот маленький человечек потом становится большим. Независимо от того, он работает со мной или не работает со мной, я чувствую, что я приложил к этому руку это конкретный человек. Это, ну, не просто там, типа, какие-то люди. Это конкретный человек, и это его конкретная жизнь. О чем ты мечтаешь? Адриан, о чем я мечтаю? Иди сюда к нам. Да. Через две минутки. Да, мы уже заканчиваем. На ушко. Я мечтаю о трех вещах. Первое. Я мечтаю, чтобы здесь Blackstar обратно вернуть не с точки зрения финансов, а с точки зрения популярности минимум четырех-пяти артистов в одномоменте, чтобы лейбл Blackstar и бренд Blackstar снова звучал вот прям, ну, типа, вот повсеместно. Я мечтаю сделать успех там в Европе, в данной ситуации, там во Франции, потому что то, как мы там развиваемся сейчас, это, конечно, заслуга Вальтера в первую очередь. Я, как бы, играю малую, меньшую намного роль, но в том числе играю вот там сделать этот успех, потому что такого еще не делал никто. Не разовы там, типа, как тату там с песней там проехали, а именно создать целую там успешную компанию с артистами, собирать большое количество людей не в моменте, а прям надолго. И мы близки к этому. Это второе. Третье. Я мечтаю, чтобы моя жена еще как артист стала гораздо больше, чтобы она могла собирать там каждый год семь-восемь тысяч зрителей совершенно спокойно. Вот. И ее там песни из каждого утюга играли, потому что это ну, мое счастье и ее счастье, то есть это наше совместное счастье. Я мечтаю, чтобы у нас было трое детей, и мы там в текущем же составном с нашей семьей могли путешествовать, наслаждаться жизнью, радоваться, дарить счастье там в семье и возможно там давай как пример быть для других людей. И еще одна моя цель, то есть хочется дойти до момента, когда определенная там благотворительность станет не разовыми какими-то вещами, как сейчас, то есть мы достаточно много с хамной там благотворительности участвуем, просто там каждый раз мало кто об этом знает, что так много этого происходит. Вот. Но хочется делать больше вклад, пока не знаю просто как, то есть разовыми как бы деньгами мы пока помогаем детям, помогаем там еще каким-то людям, у кого-то там дом сгорел, у кого-то там дома есть нечего, каким-то таким вещам. А хочется какой-то вот более фундаментальный вклад в благотворительность сделать. Какой, пока не знаю. Я надеюсь, что в ближайшие там два-три года это как-то сформируется. Чем ты гордишься? Слушай, горжусь тем, какой я человек, реально, потому что я хороший человек, реально. Вот. Я, конечно, мой характер так себе, но я как человек очень хороший, я порядочный. Вот. Я горжусь тем, как бы, какая у меня семья и какие у нас отношения. Я по большей степени горжусь многими продуктами, которые мы делаем. Конечно, не за все мне гордо некоторые можно было сделать лучше, как и все хочется всегда сделать лучше. Вот. Я горжусь за то, что я соучастен к тому, что мы вместе построили с партнерами, что такой большой успех мало кто реализовал вот прям в таком формате. Вот. Горжусь за там, что я приобрел те знания, которые я приобрел не потому, что я там учился в американской бизнес-школе или там потому что как бы я сам тянулся к этим знаниям и их приобретал. Я горжусь я горжусь тем, что у меня по-прежнему есть цели, я по- прежнему человечный. Я по- прежнему верю в людей, я по- прежнему несмотря на там д-д-д-д-д-д-да я по- прежнему хорошо отношусь к людям. Для меня люди это все равно вот, ну, я чувствительный человек эмоциональный, я по- прежнему смотрю фильмы, в которых есть трогательные моменты и у меня текут слезы. То есть, вот мы смотрели с дочкой Чебурашку, они там ревели у меня текли слезы не потому что они плакали а потому что мне тоже было чувственно то есть я горжусь тем что я остался человеком что такое успех для тебя успех успех это когда когда у тебя получилось достичь того что ты очень хотел у меня получилось успешно да успешно чего ты боишься боюсь потерять энергию боюсь потерять цель боюсь потерять способности реализовывать задуманное наверное последнее боюсь больше всего то есть потому что с возрастом ты начинаешь терять немножечко нитку и иногда у тебя ощущение что типа блин чувак ты чё не шаришь потом проходит несколько дней ты понимаешь что ты шаришь потому что начать получаться но вот это значит шаг назад 2 вперед все равно когда ты шаг назад делаешь если раньше ты это воспринимал как типа просто как бы ну не получилось но ты дальше фигаришь необходим это уже до куда-то добрался любой шаг назад он тебе типа чувак причем ты нему ты уже в таком возрасте когда ты не можешь ошибаться ты уже столько всего прошел как-то ошибся вот этот страх больше чем ты жалеешь жалею о том что в юный там или в какие-то годы не всегда были рядом те кто мог подсказать как не совершать ошибки или эгоистично кого-то мог недостаточно хорошо послушать если бы можно было изменить одно событие твоей жизни чтобы это было сложно сказать так я понимаю там как бы тебе хочется чтобы я сказал там я бы ничего не хочется и хочу услышать что думает пашу ты знаешь у нас мы потеряли друзей мы потеряли рад миром и потеряли диму мы потеряли диджея дли возможно потому что я был не настолько в том числе на источник в том чтобы как бы вот они не ушли в другую какую-то среду ну типа ушли начали как-то вот по-своему мыслить начали последний пофигу у нас то есть своя тема и вот может быть наверное я бы хотел поменять там свое отношение к этому кого-то удержать другой стороны понимаешь как бы когда человек выбирает какой-то маршрут чаще всего ты не способен на это повлиять но я бы скорее всего сейчас переместился больше бы попробовал потому что просто понимаю что в том числе из-за этого мы могли их потерять то есть вот это я бы безусловно вернул назад что ты сказал маленькому паши сказал бы у тебя все получится люби труд учись больше держи слово люби свою семью люби своих близких в первую очередь думай о них нежели о ком-то другом вот и типа keep trying знаешь keep trying продолжай пробовать спасибо иди ко мне браслет вау какие крутые это мне и мне еще в цвет посмотрите мне просто идеально подходит посмотри ты мне сделала просто идеально подходит смотри как красиво ой вообще адриан ну ты просто будучи дизайнер спасибо тебе посиди сам